Я знал, что все вернется. Зачем мы расстались, не понимаю. Оксана? Сработала эсэмэсочка. Стас! Стас! Рита? Ты? Рита, наверное, надо было тебе давно об этом сказать. Вернее, я понял это только сейчас. Я любил и буду любить Оксану. Она моя женщина, а я ее мужчина. Ты мой мужчина? Да кому ты нужен? Протри глаза, дятел. Да на тебя мужики кончились. Щупник. Оксана, зачем ты это сделала? Зачем? Потому что рожи ваше довольное в магазине вчера увидела, это сделала. Вы бы сейчас на свои рожи посмотрели. Мора. Мора. Ну, ну прости меня, что помешало твоему семейному счастью. Хотя с этим-то какое счастье? Ты еще пожалеешь об этом, тварь. Да, лорд. Ты теперь на Анну молиться должен. Отмазала она тебя и, возможно, от вышки сохранила, так сказать, жизнь твою никчемную. Я начинаю верить, что метод твой криминологический может давать результаты. Лорд, вор, домушник со стажем. Действует исключительно в одиночку. А там явно убивало несколько человек. Да, лорд. Теперь ты, Аня, должен быть преданным до последнего дыхания. Блад в доску, как говорит твой брат. Два раза повторять не надо. Да, Ань, вышак весел. Реальный. И мое тебе за это человеческое спасибо. И запомни, я всегда рядом. Подожди. Свободен. Пока. Давай дальше. Григорий Анатольевич, нашли труп девушки. Уже опознали, это Оксана Кирюшина. По горячему задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался некий Станислав Краско, проживающий в доме, рядом с которым обнаружили тело. Соседка помогла, сказала, что Стас с этой Оксаной выпивали у него дома. Видимо, убийство в опьянке. Ясно, сейчас буду. Быстро же у вас оперативники виновных находят. Да там, похоже, все понятно. Хочешь, поехали вместе, сама посмотришь. Хочу. Здравия, Желая. Что у тебя? Труп. Подозревала ее в машине. Соседка на него указала, в толпе стояла. Видимо, на место преступления потянула. Посмотреть не оставила ли улик. Всех убить стянет на место преступления. Пока не сознается, говорит, в магазин шел. Увидел толпу, подошел. Погодите, погодите, вы здесь главный, да? У меня есть очень важные сведения. Вот этот вот убийца Стас и убитая Оксана, представьте себе, год жили вместе. А потом она пропала. Видно, бросила она его. Стас переживал страшно. И что вы думаете, вчера с бутылочками Стас, вместе с Оксаной, к нему продефилировали. Вот я и думаю, Стас заманил ее и убил. Отомстил, стало быть. Мох? Мох. Тихо, тихо, никому. Ну что, пообщались с соседкой? У нас здесь у них самый главный детектив. Все про всех. Чаще всего старческий маразм несет. Но тут, мне кажется, она права. Да и пацан хладнокровно пришел посмотреть. Попался. Судя по характерным чертам его лица, слабые челюсти, тонкие губы, этот человек не мог вернуться на место преступления. А даже если бы и вернулся, он бы вел себя совершенно ночь. Проверяйте версию виновности Стаса Краско. Понял. Я, конечно, сильно уважаю твои методы, но тут сама не позорься и меня не позорь. Все же понятно. Выпили, вспомнил былые обиды, толкнул. Аня, извини, много дел. Ну что, Стасик, ты знаешь, что такое доказательство? Да. Ну, отлично. Смотри, что мы нарыли. Нашей Оксаной Кирюшиной найдены следы удушания. Ты имел с ней интимную связь. В ней найден твой биологический материал. Итак, делаем заключение. Заманил, напоил, убил. Мотивы. Месть за измену. Или что там у вас произошло? Сядешь, Стасик, и надолго. Скорее всего, судья тебе пяташку вкатает. А если сознаешься и поможет следствию, суду счет это и сократит срок до лет восьми. Давайте ваши бумажки. Все подпишу. О, Петрович! Здорово! Говорят, ты уволился. Врут доброжелатели? Не врут. Вот трудовую забрал. Что, ментовская система костью в горле стала, да? Я в вашу систему не входил и входить не буду. План, папки, звонки сверху. Отпустим, не заметим, закроем, дожмем, да? Знаешь, есть очень простые слова. Обвиняемый невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Презумпция невиновности. О, завел свою шарманку. Я тебе еще раз повторяю. Здесь нужно, как все. Или никак. Ты думаешь, ты чистеньким уходишь, а все говно здесь осталось? Петрович, говно это ты. Слабых и ненужных внутренняя система сливает. А сильные остаются. Дела делают. А, ну да, не бесплатно, конечно. Петрович, а ты не нужен. Да, забрал. Я не кричу. Домой, конечно, куда же еще? Ну, Аля, что случилось? Петрович, сосед. Сына моего Стасика в тюрьму сажают за убийство. Следователь этот ведет дело сына. Петрович, ты его знаешь? Знаю, к сожалению, знаю. Петрович, миленький, помоги договориться. Взятку дать. Я же знаю, как у вас это делается. Что ты говоришь, Валя? Какую взятку? Не могу я дать следователю взятку. Ни этому, ни какому-нибудь другому не могу. Петрович, ну зачем же ты кричишь? У меня сына отнимают. Дело в суд передают. Его там точно убьют в тюрьме. Давай я домой тебя проведу. Нет, нет, я не могу домой. Его там точно убьют. Господи, ну хорошо, сейчас я позвоню. Адвокат? Нет, не адвокат. Алло, Аня, Николай Петрович. В общем, я встретил маму Стаса, обвиняемого в деле об убийстве Оксаны Кирюшиной. У Стаса фамилия Краско? Да. Пусть мама возьмет побольше фотографий сына и Оксаны. Приезжай ко мне в офис. Ну хорошо. Вы мне верите, что Стас не убивал? Верить не моя профессия. Моя профессия найти факты невиновности. Смотри, Петрович, по всем признакам Стас меланхолик. А значит, он легко возбудим, но не решителен. Вы правы, решительным его назвать сложно. Полгода он с этой стервой и Оксаной встречался и никак не мог ее выгнать. Она же жила у него. И в квартире, которую я ему купила. И чувствовала себя там, как хозяйка. И вы знаете, мне кажется, что Оксана делала все так, словно специально хотела насолить мне. Смеялась в лицо, когда ей замечания делала. И еще шептала, когда Стас не видел. Жила здесь и будет жить ясно. Каргастан. Ну и слава Богу, Стасик нашел себе достойную девушку. Риту. Из очень приличной семьи. Жили душа в душе. Я же видела. Но тут опять, вы понимаете, опять эта стерва Оксана на горизонте. Ну просто наваждение какое-то. Так, что есть у следствия Анастаса? Следы удушения. Биологический материал. Свидетель соседка. Аня. У следствия слишком много улик. Виновности Стаса. Тем не менее, я берусь за это дело. Мы будем очень стараться спасти вашего сына. Спасибо. Пока не за что. Так, Валя, нам надо поговорить. Иди домой. Спасибо тебе, Петрович. Я очень надеюсь на вас. Аня, зачем ты взялась за это дело? Это же гиблое дело. Тем более Стас осознался. А знаешь, почему я взялась расследовать дело Стаса? Потому что, когда я поставила под сомнение его вину, начальник РОВД мне сказал, Аня, не позорь ни меня, ни себя за своим криминологическим методом. Я верю в твои криминологические методы. Но не в данном случае. Очень много улик. Давай я догоню Валю и скажу, что мы не можем ей помочь. А мы сможем ей помочь, если ты поможешь мне. Ты же уволился, времени много, давай. Да, я уволился. Потому что не хочу быть причастным ни к этим уликам, ни к этим обвинителям заключениям, ни к чему. А знаешь, что о тебе в управлении уже говорят? Что Петрович своей принципиальностью прикрывает свою профнепригодность. Да они там сажают для галочки, под заказ. Вот? Ну нет шансов, Аня. Слишком много улик против Стаса. Так давай вместе найдем другие улики. Ну кто кроме тебя мне поможет? Нет. Прости, я... Мне нужно где-то деньги зарабатывать. Значит, обвиняемый не виновен, но вина его доказана. Меня жена убьет. Да, иду. Ань, при всем уважении к тебе, но с этим делом все понятно. Во-первых, улик много. Во-вторых, твой Стас во всем признался. Быстро работаете, Григорий Анатольевич. План по раскрытию перевыполняете? Так, Аня, сейчас официально. Стас Краско подписал признание без всякого давления со стороны следствия. Я проверял. Действительно, Ань. Он на следственном эксперименте показал, как ночью догнал под подъездом жертву и удушил. А количество алкоголя в крови достаточно, чтобы говорить о неадекватности его поведения. Так что твой психотеп личности, как говорят уголовники, не канает. Ладно. Хочешь покопаться? Копайся. Только от меня помощи не жди и свидания со Стасом не дам. Да, и времени у тебя до понедельника. Дело передаю в суд. Бабоньки, если бы не я, эта милиция никого бы не нашла. Я сразу поняла, что это Стас убил эту стерву. Вот это любовь, любовь, морковь. А чем все закончилось? Бабоньки, эта бы милиция никого бы не нашла. Здравствуйте. Мне нужна Людмила Григорьевна. Здравствуйте. Главный свидетель. Главный свидетель – это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Григорьевна. А вы кто? Я? Извините. Я судебный следователь. Давайте еще раз в подробностях вспомним все, что происходило в тот вечер. Я могу рассказать вам в подробностях? Я вижу, вы мужчина положительный. Вот вам я расскажу. И так где-то через час, как Стас с этой своей бывшей Оксаной мимо меня прошли в квартиру с бутылочками, приехала Рита. Рита? Новая Стасика сожительница. За ними побежала в подъезд и с таким лицом, вроде у нее умер кто-то и вся растрепанная. Погодите, погодите. А почему вы сразу про Риту следователя не рассказали? А они меня и не спрашивали. И потом, Рита же девушка хорошая, зачем ее втягивать? А это их садки стерви поделок. И больше в квартиру никто не входил и не выходил. А вот этого я уже не видела. Не обязана я вам тут за всеми смотреть. Дел, что ли, у меня других нет. Спасибо вам огромное, Людмила Григорьевна. Огромное вам спасибо. Смотрела. Мухтара. До свидания. Мухтара. Где? Что-то ни черта не слышу. Где здесь? Да здесь. Ты в своем уме вообще? Я чуть не родила. Ань, ну а ты в своем уме назначать вору. Встречу возле мусарки. Вот и пришлось заныкаться. Да и замерз я. Что звала? Мне нужна помощь в расследовании преступления. Ша, Аня, ша. Брат, вам может услышать. Ань, я, конечно, тебе должен. Но помогать мусорам взападло и тебе дороже. Значит так. Ты будешь помогать мне, потому что ты мне должен. И кроме того, ты будешь помогать не мусорам, а попавшему в беду парню. Между прочим, точно такую же, из которой я недавно вытащила и тебя. Ладно. Обещал, помогу. Давай знакомься с материалами дела. Ну вот это уже другой разговор. Аня, ну значит так. Главная свидетельница в обвинении Стаса, соседка, она рассказала, что после того, как Стас с Оксаной зашли, к ним в дом вбежала его новая гражданская жена Рита. Значит, есть еще одна подозреваемая, о котором следствие не знает. Ну вот видишь, я же говорила. Так что вместе будем спасать Стаса. Да. Теперь да. И Вале поможем. Сейчас заберем еще одного помощника. Ты его, наверное, знаешь. Соперник? Не потерплю. Ладно, я вообще хотел сказать, что ты, Ань, идеалистка. Улик против твоего Стаса больше, чем надо. Лорот, я все прекрасно понимаю. Привет. Привет. Начальник? Аня, ты же говорила, управление не при делах. Петрович уволился. Аня, что это? Что за контакты с уголовниками? Лорд в моей команде. Тогда прости, Яни, в твоей команде. Ой, какие мы нежные, посмотрите. Мальчики! Я видела убитую горем мать Стаса. И я уже вижу очередное наказание невиновного. Я уже вижу смерть этого невиновного. Лорд, что сделают с парнем в тюрьме вот с такой внешностью? Ну, такой симпатичный. Но лучше тебя не знать. Я уверена, Стас не убивал. От вас двоих сейчас зависит жизнь Стаса и его матери. И простите за громкие слова, от вас двоих сейчас зависит моя вера в справедливую. Нахрена он тебе нужен? Мы ведем неофициальное расследование, и мне нужны неофициальные методы расследования. Например? Например, нам не дают свидание со Стасом. А мне нужно выяснить, почему он все взял на себя. Почему он на следственном эксперименте показал, как душил девушку. И почему на следствии не сказал, что Рита застукала Стаса с Оксаной в квартире. Петрович, за полдня новое направление расследования. Браво. Ну вот, лорд, у тебя есть первое задание. Нужно к вечеру организовать телефонный звонок Стасу в тюрьму. Сможешь? Да легко. Мальчики, вечером жду вас в офисе. Только не вздумай сунуть руку мне для прощания. А ты не лезь целоваться? Кабан, брат, сколько у нас есть времени, а? Ну, минут десять. Лорд, слышишь, красавчик твой, морозился, не хотел базарить по мобиле. Решил бегать от меня. От меня не убежишь. На, Христосик, разговаривай. Стасик, сыночка, тебя там не обижают. Сыночек, послушай меня. У нас появился шанс вызвать тебя отсюда. Это Анна, она криминолог. Она сказала, что может помочь тебе в этом. Только ты должен все-все ей рассказать. Слышишь меня, сына? Все-все рассказать. Стас, я знаю, что ты не убивал Оксану. Я нашла опровержение на каждую улику, которую тебе перечислял следователь. Но скажи мне, почему ты взял вину на себя? Малой, послушай меня. Тебя никто не трогает там до поры до времени. Тебе надо оттуда уже валить. Да. И тебе может помочь только Анна. Поэтому рассказывай ей все, что ты знаешь. Это мой тебе совет. Стас, я оперативник. Я веду с Аней твое дело. Мы знаем, что когда вы были с Оксаной в интимных отношениях, вас застала Рита. Да? Да. О, я тронулся, господа. Соседка рассказала, что Рита вбегала в подъезд с взволнованным лицом. Кто мог рассказать о вас с Оксаной? Я не знаю. Что произошло, когда Рита вошла в квартиру? Я это никогда не расскажу. Что? Об этом никто никогда не узнает. Да нет, он сейчас закрутится. Стас. Стас, об этом действительно никто никогда не должен знать. Каждый имеет право на свои тайны. Давай попробуем успокоиться. И все-таки поговорим. Рита с Оксаной ругались? Ругались. Да они орали так друг на друга, что я схватил бутылку со стола и бил, бил ее. Кого? Кого вы спасаете? Это я, виноват, что Ритм, что Оксану убили. Я всех убил. Я! Ого, походу я на трубу попал. Все, допрос закончен. Завели в камеру, дали пару раз по печени и правильно сделали. Связался с тупорылыми. Могу подытожить. Оксана убила Рита и Стас бил себе в голову, что в этом виноват он. Поэтому взял на себя все виноваты. Хоть раз сделал пацанский поступок. Да, Рита твердая подозреваемая. Но сама она убить не могла. Ей кто-то помог. Послушайте, в день убийства Рита позвонила мне и сказала, что ей нужно уехать в свой город. Я спросила со Стасом, она сказала нет. Стас спит. Замочила и сбежала, сучка. Давайте действуем оперативно. Петрович, найди мне все на Риту. Все, что сможешь достать. Лорд, ты ищешь информацию по Оксане. Любовники, подружки, кто угодно. И не забудь все записать на скрытую камеру. Есть начальник. Вотремся, запишем, привезем, узнаем. Ну что, Аня, я в тёжах доверия, как ты и просила. Как, не скажу. Это же оперативная тайна. Сейчас придет Лена и все тебе за Оксану расскажет. Подустой, идешь. А подружку моя, Оксану, убили. Кто? За шоу? Говорят, муж ее бывший Стасик, но я не верю. Приходила к нам в салон. Он, конечно, красавчик, но не мужик. Вообще с мужиками у нее не сложилось. Любила она одного мужчину. Потом ненужная беременность, выкидыш. А кому она такая нужна? И он ее бросил. После этого Оксану как подменили. Она возненавидела весь мир. Стала знакомиться с разными мужчинами, встречаться. А потом через месяц-другой сообщала любимому, что беременна. А что случилось? Леша, я беременна. Ну, ты что, не рад, что ли? Ну, как бы рад, что ли. Потом, с кого деньги требовала, а кто благородно соглашался жениться, посылала подальше и просто уходила. Оксан, выходи за меня завтра. Ты что, сама сошел? Да кому ты нужен? Романтик тоже выдумал. Прости, конечно, подруга твоя. Леша, это еще цветочки. Тебе сейчас такое расскажу. Я же встретила ее в день убийства здесь же, Барик. Она пришла такая вся довольная. Решила Анастасу и Ритя, нынешняя его, конкретно. Хочешь, я тебе видео покажу? Такое они в одном реалити-шоу не увидели. Уже хочу. Рита, я любил и буду любить Оксану. Она моя женщина, а я ее мужчина. Ты мой мужчина, алло. Протри мозги, дятел. Да кому ты нужен? После таких Оксаны выделываний, Рита легко могла ее завалить. Да, могла. Теперь мне нужна Рита. Втирайся в доверие к ней. Да я так сопьюсь. Знакомь нас с Ритой, Петрович. Значит так. Глобина Маргарита Федоровна. 25 лет. Закончила университет имени Шевченко и юридический факультет. Папа Глобин Федор Иванович. Начальник городского отдела милиции. Подполковник. Имеет орден за заслуги и медаль за безупречную службу. Именной пистолет. Секунду. Оперативненько. Я тоже пробил Риту по своим информационным источникам. Короче, лорд. Ритуля Глобина, дочь нашего местного авторитета. Кличка Федя Глоб. За глаза его называют Федя Жлоб. Начальник городского отдела. Подполковник милиции. Начал по беспределу еще в 90-е. Отжимы там всякие. Крышевание рынка. Вывозы в лес. Сейчас в городе без него ничего не происходит. Поставил своего мэра и рулит. Серый братан, с меня Магарыч. Ань, Петрович, как это ни странно, на самом деле прав. Оксану завалила Рита. Но не сама. Пожаловалась о папе. Тот примчался со своими быками. Выследили девку. У дома нашего ловеласа Стасика. Придушили аккуратненько. И Стасу! Ритуля отомстила. Под его подъезд труп выложила. Ну, естественно, Стаса загребли. Вполне возможно. Завтра нужно быть. Рита из полукриминальной семьи. Видела, как папа решает свои вопросы. Первое желание отомстить. Позвонила папе. Папа все решил по-своему. Ну что, нам нужна Рита. Лорд. Надо к ней ехать. Поговори с ней. Только будь осторожен. Ты же понимаешь, что ее папа может устроить тебе огромные проблемы. Просто поговори. Просто с ними на видео. Я начинаю свой видеоотчет для Анечки. Я сейчас нахожусь в городе Кишинева. И учитесь, как надо, знакомиться с девушками. Сейчас я легко и незаметно отработаю у Риточки телефон ее. И ей же опять ее верну. И тогда она моя. Ой, извините. Девушка, извините. Девушка, это не ваш телефон? Ой, да, мой. Спасибо огромное. Может, как-то отметим удачное спасение вашего телефона? Извините, но я с незнакомыми никуда не хожу. Я бы мог сказать, давайте познакомимся. Но я кое-что о вас знаю. И что именно? Ну, например, то, что вас недавно предал любимый человек. Вы экстрасенс? Почти. Но это я прочитал по вашему красивому лицу. А что еще вы прочитали по моему красивому лицу? Ну, например, то, что вы очень решительная девушка. Да уж не без этого. Ну, тогда прими решение попить со мной кофе. Ну, хорошо. Я реально решил выбить это признание с Ритой. Потому как я уверен, что это она заказала Оксану. Я просто сейчас реально выбью с нее это признание. И будет чем повыделываться перед этой папой. Перед этим папа тихо идет. А это у тебя шестой айфон? Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Спасибо. Прикольно. Вот это да, столько функций. О, извини. Я просто нечаянно нажал на кнопочку. И тут бегом домой Стасик с кем-то кувыркает. А не надо тыкать, куда попало? Я не буду никуда тыкать. Милая, решительная ты наша Ритуля. Но я тебе кое-что расскажу еще о тебе. Два дня назад ты получила эту смс-ку и поехала к Стасу домой. И где застала Стасика с Оксаной кувыркающимся в кровати? Кто ты такой? Знаешь, я бы тоже такой, а не простил. Вот тут ты и грохнула Оксану. Оксана убита? Так ты же ее и грохнула, девочка моя. А потом подложила Стасику под балкон и его упаковали в мусар. Стаса арестовали? Радуйся. У вас с папашей все хорошо получилось? С каким папашей? С твоим, которому ты под крылышком в его город убежала. Слушай, я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но сейчас мой папочка все узнает. Серж, я спалился. Мне сложно, надо свалить с города. Ну как, разговор получился? Ну сказать, чтоб совсем не получился, нельзя. Да? Скажи, как ты умудрилась с твоей хваленой криминологической методикой умозаключить так, что у тебя в подозреваемых оказалась дочь начальника районной милиции? Примерно такой же текст, сама понимаешь, с какими непечатными изречениями я только что выслушал от генерала, только относительно моей личности. Я прям зауважал пахана. Оперативненько работают. А с чего вы взяли, что это я? А кто? Следствие закончено, только ты попросила покопаться. Докопалась! Кстати, я выслал тебе фото твоего подопечного. Он в розыске. Все, я передаю дело в суд. Вы делаете большую ошибку. Стас Краско не виновен. Хочешь, я скажу, в чем уверен я? В том, что вообще мне не надо было с тобой связываться. И в этом вы тоже ошибаетесь. Я запрещаю вам вести какое-либо расследование по делу об убийстве Оксаны Кирюшиной. Виновность Станислава Краско доказана. Дело передается в суд. А мать Стаса утверждала, что Рита из приличной семьи. Ублюдки. Да я тебе сейчас покажу, кто ублюдки. И кто подвел Аню. И кто испортил ее карьеру. Петрович, сядь, пожалуйста. Лорд, покажи видео. Что показывать? Видео. Твой душевный разговор с Ритой. Сокращенный пересказ я уже услышала от начальника РУВД. Хотелось бы увидеть все в первоисточнике. Аня, ну зачем сейчас составлять психотип Риты? Судя по реакции ее отца, он действительно замешан в этом деле. А в нашей системе люди такого пошиба. Мают статус недоторканности. Дело передают в суд. Наше расследование закончено. А я лично. И так под прицелом. И соваться не имею никакого желания. Лорд, видео покажи, пожалуйста. Оксана убита? Смотри. Когда ты говорил, что она убила Оксану, Рита искренне была удивлена. У нее слегка округлились глаза, немного приподнялись брови и расширились зрачки. Это нормальная реакция удивления, когда не знают, откуда идет опасность. Но если бы это сделала она, то с учетом ее смелости и решительности, она бы сразу тебя атаковала. Как криминолог я официально заявляю, судя по ее реакции, эта женщина не могла убить или заказать убийство. И что? Я не понял, папаша не при делах? А для чего он такой кипиш поднял? Чиновник должен контролировать все. Деньги немало из города тянут. А тут дочь, убийство. Лучше перестраховаться. Но у нас все версии закончились. Что делать будем? Продолжать спасать Стаса Краскова. Остались любовники и несостоявшиеся папаши Оксаны. Кто-то из них мог убить. Будем выяснять, кто. Сейчас я расскажу этому романтику, что я беременна. Посмотрим на его реакцию. Здравствуй, Оксана. Привет, Саш. Ты знаешь, для меня это очень важно. И то, что я буду тебе говорить, я буду снимать на телефон. Ну, для истории. Сашка, я беременна. Ну, чего ты молчишь? Ну, что, не рад, что ли? Рад. Я даже представить себе такого не мог. Оксана не была такой. Давайте посмотрим видео ближе к дню убийства. Привет. Привет. Денис, для меня просто это очень важный момент. И потому все, что я тебе скажу, я буду снимать на камеру. Ну, для истории. Готов? Готов. Деня, я беременна. Что? Я беременна. Да что ты орешь? Вообще камеру убери. Ты что, не рад, что ли? Не рад. Камеру убери, говорю тебе. Значит, я так понимаю. Ты бросишь меня. Своим же ребенком, да? Камеру убери, мрак. Знаете, это Денис вполне возможно мог пойти на преступление. А можно еще раз посмотреть? Да, да, конечно. Мират, камеру убери, говорю. А кто это? Мне кажется, что-то лицо очень знакомо. По-моему, я где-то его уже видел. Ну, да, точно. Он, конечно, очень сильно постарел. Но я узнал его. Это Олег Савушкин. Лет 10 назад я с товарищем Леней Иушкиным проходил свидетелем по делу об убийстве одной женщины. На наших глазах муж поздорил со своей женой. Он ударил ее, она упала и скончалась прямо там, на месте. Все это видела еще Света Данильченко. Мы тогда втроем стали основными свидетелями обвинения. А сколько ему дали? 10 лет. И через 10 лет Савушкин попадает на видео, которое снимала ваша дочь в кафе. Камеру убери, говорю тебе. Камеру убери, мрак. Ну, случайно он туда попал или нет, будем проверять. Но пока главным направлением расследования все-таки остаются ухажеры вашей дочери. Придется познакомиться с каждым. А как же я сейчас один домой пойду? А давайте я вас отвезу. Рано или поздно мы его поймаем. Спасибо вам большое. И больше бояться будет нечего. Ну да, спасибо вам. Идемте. Спасибо вам большое. Курточку назову. Да, да, да. Петрович, достань мне дело этого Савушкина. Да, Петрович. Аня, включи новости по телевизору. Любые. А что там? И когда мальчик не пришел домой, мать забила тревогу. Артем Данильченко был задушен в двух кварталах от своего дома. На видео тело мальчика, накрытое пустылей. А ты где? Я в машине. Я сейчас буду. Фамилия мальчика Данильченко. Вторая свидетельница на суде у Савушкина. Слушай, надо проверить. Может быть, убитый мальчик это не тот Данильченко. Это тот Данильченко. У обоих трупов вытянутая конечность. Характер убийства совпадает. Слушайте, это Денис, ухажер Оксаны. Отбитый на ухо. Я к нему как к родному, а он... А кто это в кроссовках? Артем Данильченко, сын свидетельницы по делу Савушкина. Так это он пасет за Оксаной. Это Савушкин убивает детей свидетелей, которые были на суде. Зачем? Я тебя умоляю, он отсидел 10 лет. От звонка до звонка. Прикинь, как там рвет крышу. Я сам на грани был. Короче, я пробью людей, которые с ним сидели, и узнаю, что вообще с ним там творилось. Пробей, Вова, пробей. Как он сидел, у него сын умер. Воспаление легких. Савушкин по рельности жену порешил. Закрыли его, а малого детдом забрали. Ну, там он и простыдился. Не удалось его спасти. Так ему нужны эти детдомовские. Да-да. Савушкин все порывал сам, на похороны попасть. Места себе не находил. Ваня, Ваня, Ваня. Все время сына звал. Его даже не отпустили за примерное поведение. Кум скурился. А не в курсе, где он может быть сейчас, а? Как не в курсе? Я недавно освободился. Гду по Новокузнецкой. Смотрю, Савушкин в киоске цветами торгует. Я к нему, брателла, привет. Может, купим пару рюмах. Застречу. Он отказался. Был мутный, так и остался. Получается, что если бы Савушкина не закрыли, то его ребенок был бы жив. Да, смерть ребенка – это серьезный мотив для мести. Ты прав. Если бы Савушкин был на свободе, то никакого детдома не было бы. Ребенок был бы с ним, и вообще жизнь по-другому пошла. Ну да, тут еще три свидетеля, как назло, не отмажешься. А без их показаний он бы смог выкрутиться. И таки его ребенок был бы жив. Я думаю, что Савушкин мстит свидетелям за смерть своего ребенка. Убивает их детей глаз за глаз. В деле сказано, что у третьего свидетеля детей не было. Значит, сейчас он убивать не будет. Нужно позвонить отцу Оксаны, узнать, может, родился кто. Звони. А я пойду проверю его психическое состояние. Устроим небольшую провокацию. Лордик, дай, пожалуйста, курточку и сумку. Ага. А как его сын назвали? Ваня. Здравствуйте. Здравствуйте. У моей подруги родился ребенок, хотела вот букет купить. А что посоветуете? А у нее родилась девочка? Мальчик. Такое редкое имя дали. Ваня. Вы знаете, белые цветы в больнице будут неуместны. Вот букет из нежных пастельных тонов будет в самый раз. У вашего друга по делу Савушкина дети есть? Есть. В смысле? Да недавно родился. Они с женой очень долго его добивались. Жена долго лечилась и вместе с тобой родился. Мальчик, а что? Так, нам срочно нужно встретиться. Втроем с вашим другом. Судя по его реакции, он потух. Сделал намеченное и зарылся в нору. Что, все? Успокоился душегубец? Жалко. Это бы я ему кадык вдавил бы. В ближайшее время он убивать не будет. Ну, если не произойдет чего-то сверхъестественного. Естественно. Уже произошло. Что? У друга отца Оксаны, Лени Ивушкина, месяц назад родился долгожданный сын. Если ты говоришь, что в ближайшее время убивать он не будет, значит, он ничего не знает о рождении ребенка. Нашему клиенту работенка подканала? А если узнает, он уйдет на дно. А вот когда и где будет пытаться убить, нам неизвестно. Ребенок в серьезной опасности. Да, милиция охранять ребенка не будет, а Савушкина мы арестовать не можем. У нас нет фактов. Моего ребенка могут убить? За что? За то, что вы были свидетелями в деле Савушкина. А значит, виновниками его трагедии, смерти его ребенка. Ну ладно мы. Но при чем здесь дети? Он психически больной человек. Да как ты не можешь понять, Леня? Этот зверь хладнокровно задушил мою дочь и потом аккуратно все это выложил. Точно так же он поступил и с сыном Светы Данильченко. Тогда я сам его убью. Где его найти? Вы сядете в тюрьму. Леня. Это очень страшно, когда знаешь, что твоему ребенку угрожает смерть. Я сам с этим не раз сталкивался. Поверьте мне. Зверь сейчас затаился. Он же не знает, что у вас родился ребенок. А если он случайно об этом узнает, у нас не будет возможности его контролировать. Единственная возможность – это спровоцировать его на активные действия сейчас. Выследить и схватить по личным. Я согласен. Ну где твои подставные? Я задолбался, он же стоит здесь. Твоя задача – вести его, как только он покинет киоск. Слышь, начальник, хоро включать директора. Давай проводи свои эти провокации. То я пойду сейчас, выхвачу этого козла, возьму этот букет роз, засуну ему в жопу, и у него все желание пропадет убивать. Останется только одно – вытаскивать и дарить эти цветы. Внимание, идут. А ты уверен, что Ивушкин с отцом Оксаны не набросится на него сами там? Все возможно. Маня! Привет, привет! Как там твои малыши, уже отнукает? Да нет, пока только улыбается. Он еще маленький совсем. Ты себе не представляешь, как я рад, что у тебя ребенок родился. Посмотри внимательно, как он преобразился. Уявилась жесткость во взгляде. При этом ему глаза прищуривают. Так делают, когда берут какой-то объект на прицел. Он сейчас как охотник, который вышел в поиски. Конечно. Идем, иди, мы идем. Думаешь, готов убивать? Уверен. Отзванивайся мне через каждые 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ушел, падла, ушел! Ты представляешь, всю дорогу вел нормально. Тут этот детский магазин, там люльки, кроватки на витрине. Он остановился. Буквально на секунду отвернулся, поворачивая его след простым. Твою ж мать, а! Мы же теперь не знаем, где он нападет. Дома, в поликлинике, черт знает где! Так, нужно звонить Ивушкину. Пусть увозят ребенка в любое безопасное место. Операцию нужно отменять! Не надо ничего отменять. Я знаю, где он нападет. Говоришь, он долго смотрел на витрину с кроваткой? Очень долго. Будет убивать в колыбели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, падла, хрящики не ломаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратней, убьешь, а мне отвечают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суки ментовские! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! 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 Слышишь, начальник, одно скажи. Действительно, Ивушкин сына родил. Родил. И он будет жить. А ты ж, сука, не жить будешь, а поджевать. Ты забыл, что делают с такими, как ты, на зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, подозрения подтвердились. Можешь высылать группу захвата. О, сейчас мусор ровно бежит. Я пошел, ладно. Вов. Да? Спасибо тебе. Я всегда рядом. Аня, ну ты бываешь убедительна и очень настойчива. Тем более умные и красивые женщины в наше время – это редкость. А редкость надо поддерживать. Спасибо, Григорий Анатольевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не поняла, что ли, совсем? Дверь открой. Я вообще-то везде не искала работу. Ха-ха-ха. Знаю, я твою работу. Дед Вань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она домой меня не пускает. Это не твои деми, николы твоим не будет. Так, девочки, не будем ссориться. Я сказала, ноги и тут не будет. Катя, ну перестань. Вот оскуха чертова. Шатается днями и ночами, непонятно где. Вали отсюда. А ты бы со мной повежливее была. Глядишь, скоро сама отсюда свалишь. Ах ты что? Руки. Женька, уйди пока. Ты подожди еще немного, пока весь дом на уши не поставили. А мне пофигу. Нехай весь дом чу, яка вона проскукала. Бали отсюда. Бали, пока тебе не дали. Ну ничего, карга старая. Треба мне еще вспомнить. Пів години свіжих новин з України та світу на 15.45. Але насамперед життєствердні сигнали в юриду. Премьер-миністр Гройтман відзначає зростання ВВП, пошвавлення економіки і гальмування інфляцій. Азватися на краще на море. Підчиняй. 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 А ты що тут делаешь? Ты кто сюди зашла? Катя! Катя! Підчиняй. 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 Анька! Підчиняй. 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 Я не виновата, понимаете! Это не я. Жень, нам все это нужно будет записать на видео, чтобы мы могли работать. Присядь, пожалуйста. Підчиняй. Прошу. Пиши. Давай начнем Из квартиры что-нибудь пропало? Да, старые шубы и драгоценности Бабка по молодости управляла универсалом продуктовым Так вот она за это время успела себе наколдовать и машину, и квартиру, и дачу, все А когда она пенсию вышла, стала ликер варить и продавать Ну торговка она и есть, торговка И следователь решил, что это ограбление, ну или имитация ограбления Ну скорее всего да, потому что взял же с меня подписку о невыезде Ой, Анька, чувствую я, если не найдут они настоящих убийц, хана мне А почему ты решила, что полиция не найдет настоящих убийц? Ну не будь наивной Ну это же понятно, что им лишь бы дело побыстрее закрыть А тут еще я вся в крови Я же не сказала, я единственная наследница этой квартиры У нас с дедом и фамилии одинаковые А квартира, между прочим, пятикомнатная в центре Послушай, Жень Ты понимаешь, что пока это только твои слова? У меня нет фактов, доказывающих твою невиновность Так найди эти факты Ты должна понять еще одну вещь Если мы найдем факты твоей виновности То все улики мы передаем полиции Дальше ты от нас с помощью можешь не ждать И будешь наказана по всей строгости закона Ань, ну я не виновата Ладно, ты говорила, что ездила в Италию Чем я занималась там? Работала? Что в Италию? Я приехала туда Ну работала там то горничной, то уборщицей, то посудомойкой Всякое бывало Девочка моя В Италию девки ездят Чтобы старичков, итальянцев там кадрить А не поражим мы Да, у меня были отношения, не одни Но не сложилось Пришлось вернуться в Киев И что, в Киеве? А в Киеве что? Пока я там была, мама умерла Здесь ни работы, ни жилья Вот и попросилась пожить у них Родственничков Женечка, солнышко, здравствуй Привет, Девочка Откуда ты? Каким ветром? А вот приехала Здравствуйте Здравствуйте Погостить вас Дед Ваня, мне троюродный дедушка Взамен на проживание я согласилась вести хозяйство Вела, готовила, стирала, убирала А где сейчас живешь? Снимаю Ну на эту пятикомнатную у меня пока прав нету Но я через полгода собираюсь подавать документы на наследство А что? Дед мне говорил, что кроме меня наследников нету Ладно, напиши список пропавших вещей и поподробнее То есть, я так понимаю, в расследовании отказать ты ей не можешь? Да, подруга детства Никогда не соглашался с вором А сейчас вынужден признать, лорд прав Она действительно что-то скрывает Ну все мы что-то скрываем Но скрывать причастность к убийству Это даже для Жени перебор Вот смотри Она абсолютно искренне просит меня о помощи Ой, Анечка, миленькая Я вас прошу, помогите мне Но мне не к кому больше идти А вот момент, когда я говорю, что помогать ей не буду Если она причастна к убийству Ань, ну я не виновата Не виновата Она умоляюще смотрит на меня и показывает открытые ладони Если бы она была виновна, она бы их непризвольно спрятала Но все-таки вину свою она за что-то ощущает Видишь, вот она вскидывает и опускает плечи А что? Дед мне говорил, что кроме меня наследников нету Как будто пытается из себя сбросить ответственность за что-то А, это что-то И ответственности у нее немало Она, конечно, многое недоговаривает То есть ты считаешь, что Евгения не убивала? Уверена? Абсолютно Хорошо бы такую уверенность добиться от официального следствия Ты с Головко говорила? Еще нет, сейчас поеду Я хочу тебя попросить пробить круг ее знакомых Может быть, кто-то сделал ее пассивным наводчиком Она даже не подозревает А лорда я отправила пробить украденные вещи у скупщиков Может быть, где-то всплывут А ты не считаешь, что лорд вещи найдет, а все самое ценное оставит себе? Так сказать, проценты за работу? Нет, не думаю Ну, как знаешь По характеру ножевых ранений супругов Миловановых ясно, что это сделал непрофессионал Несколько ударов от ножа, как будто во время ссоры Это вполне могла сделать Евгения Тем более она была в крови А почему ее не арестовали на месте? Нет прямой улики, например, орудия преступления, ножа Для передачи дела в суд фактов маловато Да и ограбление имело место Я найду реальных убийц Спасибо большое Но зачем тебе это надо? Да потому что я уверена в том, что Женя Милованова невиновна Легко тебе жить, уверенно А мне дело нужно закрыть Одной твоей уверенности мало Давай факты Снимем подозрения Здравствуйте Пиво Кегово А наливать так не научились Не понял В Италии пиво Кегово и наливают так, чтобы было ровно 4 сантиметра пенки Иначе бокал вернули бы Ну мы не в Италии А можно я к вам поближе? Ну и еще один анекдот из цикла про милицию Ты что такой грустный? Мой паспорт потерял Ну в милицию ходил? Ходил, не айни Ну вам нужно сценарий для комедии писать Правда? Да Ты такой классный Поехали ко мне? Мы что, уже на ты? А ты против? Возьму недорого А удовольствие получишь На миллион долларов Я домой Работы много накопилось Что прости? Прости Ну как знаешь Шутник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судя по психотипу Евгении Улыбки, юбки Которая не помещается в кулачок Я явно уверен Она проститутка Да Первая красавица школы Евгения Милованова Стала не очень дорогой проституткой Естественно она это скрыла при встрече Так а что нам тогда ей помогать? Она за бабки продает Она проститутка Она так же могла за бабки убить стариков Она не убила их Мы должны найти реальных убийц Вещи всплыли где-то? В том-то и дело, что нет Я пробивал по ломбардам Барыжьим хатам Наши блестяшки не Как ты говоришь Не фигурируют О! Не фигурировали Зато На районе Миловановых Я поговорил кое с кем Вот глянь Стоит над чем подумать Так нашу Катю весь район знал Она делала такие обалденные наливки За ней всегда очереди стояли Но не всем это нравилось А кому же это не нравилось? Так пляшивому нашему самогонщику Он до этого сам самогон погнал на весь район А потом сел за драку по пьяни А когда вернулся Понял, что Катя у него Весь доход отобрала Такие маты были слышны на весь район Да надо было всей этой нелюдь Давно в каталажку посадить И Катю с ее муженьком И самогонщика этого будь Он проклят пол района в алкашей превратил Уважаемая, я извиняюсь А как вас звать? Меня не зовут Я сама прихожу Я вам здесь такого понарассказываю Про всех этих сволочей Прямо уж про сволочей Все сволочи А ты откуда взялся здесь, а? С криминальной торожей Уважаемая, давайте без заоскорбления Да что ты говоришь Да я председателем была, когда ты еще под стол пешком ходил Понятно тебе? Я, короче, понял, что с ней базарить бесполезно Не сразу же отвалил Я подумал Ваську самогонщика присунуть Вот посмотри Ты бабу Катю зарядал От конкурентов избавился Ты шо? Я не мочил Она сама сразу меня порешит А деда кто замочил? Где шмотки заныкал? Сейчас в хате шмоны строю Какие шмотки? Ты кто такой? Что тебе вообще надо? На ливочке хочу твои попробовать Вставай Нет, этот самогонщик просто перепуган и растерян Он вызывает только жалость Так я сразу понял, что он не при делах А вот у них на районе старики начали пропадать В смысле умирать? Нет, пропадать я тебе говорю Ходили, скрипели, бацали, воняли и так далее А похорон им не делают Они тупо исчезают Вот глянь Уже трогая стариков съехала, представляешь? Продавали квартиры и уехали Михалыч Ага Мой постоянный клиент Слушай, мы с ним столько самогона выкатили Ой И че? Так кто же продал квартиру и свалил Телефон поменял А он мне штуцер еще должен Слушай Может ты меня выручишь? Кричай О, начальник, привет Вещи нашел? А у тебя что-то украли? Ой, беда Сейчас мигом найду Петрович, припомни, пожалуйста Несколько лет назад у тебя дело было по квартирным аферистам Да-да-да, убивали одиноких стариков Сначала оформляли дарственную на кого-нибудь из своих знакомых Ну а как они заставляли подписывать стариков эти документы, я рассказывать тебе не буду Это хуже НКВД Потом случайная смерть и вступление в права Одинокие старики очень удобная жертва Клиенты самогонщика могли подпадать под твою версию, но вот в случае с Миловановыми, это открытое ограбление, убийство, вряд ли аферисты могли пойти на боку Да, ты права История с ограблением кажется мне наиболее правдоподобной Скорее всего, Женька что-то рассказала одному из своих клиентов о бабке с драгоценностями Вот они приехали, ограбили и убили На самом деле, да, такие Женькины клиенты могли грабануть, ну и упаковать Ну давайте тогда встречаться с Женей, надо на нее как-то надавить, чтобы она рассказала, с кем общалась, может быть действительно кому-то наговорила Присонуть Женьку? Это я могу, я Ты давай лучше видео до конца мне покажи Да, так я уже все показал Ты оборвал самогонщика на полусловия, я вся в внимании Ну гу, смотрите Ну надо в квартиру к этим бабанам залезть, за рецептами Вот, ну я надеюсь, они там еще остались Так я тебе потом пару бутылочек с этих рецептов Ну вот уж, а это точно все А шо? Лезть в квартиру, которая под следствием, я же не фраер Фраер? Слово из криминального жаргона, которое обозначает человека, выдающего себя, из-за того, кем он является А ну, повторить цитатку, а? Так Поехали давить на Женьку Кто там? Здравствуйте Здравствуйте Мы из Управления социальной защиты населения Мы поможем вам оформить субсидию, можно пройти? Ой, спасибо, заходите Спасибо Привет, ну как идет расследование? Нашли убийцу? Почему ты скрыла от меня, что занимаешься проституцией? Слушай, Аня, я понимаю, что ты меня ненавидишь со школы и все такое, но я же пришла к тебе, чтобы ты мне помогла, а не рыла на меня всякий бред Не такой уж и бред Так вы меня посли Ну знаешь, дорогая, мне такая помощь не надо, спасибо, до свидания Поздно, Женечка, поздно Тебя же предупреждали, будешь замазана, поедешь по этапу, без перекуров Жень Дело серьезное Мы расследуем дело об убийстве Ты в поле подозреваемых Рассказывай, как ты стала проституткой Я в Италию поехала, чтобы добиться чего-то Мужчину найти состоятельного Жить как человек нормальный Одеться, отбуться Ну не могла я постоянно работать этой уборщицей Ну вот так и стала зарабатывать Особо больших денег я не заработала Но к тому времени закончилась виза и меня депортировали, так сказать, на историческую Да ты честно признайся, хотела развести стариковой, прикарманить себе квартиру Да какое прикарманить? Они бы рано или поздно все равно мне ее оставили Ты в своем уме? Судя по разговорам о бабе Кате, она бы пережила нас всех вместе взятых Слушай, а не угомони своего красавца, или ты думаешь, я их убила? Не думаю Но кто-то это сделал Жень Вспомни, может быть, ты кому-то из клиентов говорила о драгоценностях милованной Я профессионалка Я с клиентами о личной жизни не разговариваю Вот тут верю Ни одна еще проститутка со мной не откровенничала Молодец Вот спасибо тебе Довольна? Отомстила? Унизила ниже некуда Извините Да Привет Можешь заканчивать свое расследование Мы нашли улику, подтверждающую виновность Евгения Нож, которым были убиты Милованова Большой кухонный нож На нем кровь стариков и отпечатки ее пальцев А где, где нашли? В мусорном баке возле дома Там был пакет с ножом Группа уже выехала на задержание Ты, кстати, не знаешь, где Евгения? Что молчишь? Знаешь? Знаю Она в кафе «Рассвет» Я и мои сотрудники сейчас с ней А, так это рядом Группа будет через пару минут Жень, сейчас приедут оперативники и арестуют тебя Что? Следствие обнаружило нож, которым убиты старики И на нем твои отпечатки Какой нож? Кухонный Наш кухонный нож? Ну так это понятно, что отпечатки Я же им пользовалась Гражданка Евгения Милованова Вы задержаны по подозрению в убийстве Ивана Екатерины Миловановых Заберите Это ты, стерва, все устроила Понятно, да? Я так и поняла, что ты не собиралась мне помогать Ты ненавидишь место школы, парень Я ненавижу тебя Отпустите меня Слушай Отпустите меня Там полегче, там, с девушкой Я к Головку поеду Здравствуйте Здравствуйте Мы из Управления социальной защиты населения Мы поможем вам оформить субсидию Можно пройти? Дима Нам нужно оформлять субсидию? Все надо Я поняла Я поняла У вас есть кому этим заниматься Мы вам не нужны Извините Всего доброго О, привет Как там наша Женечка? Ничего Грубо ты с ней поступила Конкретно сдала Ну послушай, ее бы все равно арестовали А так под нашим присмотром по крайней мере сделали это как-то аккуратно Да, принимать они умеют По себе знаю В общем, осталась одна версия Миловановы Жертвы борьбы аферистов за пятикомнатную квартиру Это они подбросили нож Как именно? Очень романтично Неизвестный фотограф Снимал рассвет И тут вдруг В кадр попадает красивая женщина Вся такая в утреннем свете Выбрасывающая мусор Ему стало как-то подозрительно Что она так оборачивается испуганно по сторонам И быстренько убежала Как только выбросила мусор Он, значит, за ней к этому мусорному баку Открывает пакет, а там окровавленный нож Он на следующий день отправляет этот нож Вместе с фотографией женщины в полицию С пояснением Все как положено Конечно же, хочет остаться инкогнито Дабы преступники ему не отомстили Ну это же чушь Фотограф в нужное время, в нужном месте Головко гордится Говорит, правильная работа с населением Приносит свои плоды Но на фото женишь? Похоже Странно, конечно, что Женька на рассвете Мусор выбрасывает Но это сейчас уже не важно Значит, подытоживаю версию Аферисты пасли стариков Пятикомнатная квартира в центре Куш какой, а? Стоит не одну сотню тысяч долларов И тут вдруг неожиданно появляется Евгения Еще с такой же фамилией Милованова Значит, наследница, родственница, так? Развести стариков на доверенность Или что-то подобное Слишком сложно Всех убить слишком громко Вот они и решают Стариков убить А Евгению подставить Но что сначала забрали А потом подкинули Попытка Евгения скрыть улики Неплохо придумана А ты знаешь, зачем им Евгения в тюрьме? А там она не сможет оспаривать их липовое завещание Аферисты, как и Евгения Не являются наследниками первой очереди Люди в теме Но я таких не уважаю Стариков, детей и беременных женщин Убивать Последнее дело Значит, если наша версия подтвердится Стоит ждать их у нотариуса С липовым завещанием И подтверждением родственных связей В том же районе, что и квартира Я позвоню своему другу нотариусу Пусть сделает рассылку По ближайшим нотариатам Если кто-нибудь с завещанием появится Мы об этом узнаем Да Здравствуйте Здравствуйте Мы из Управления социальной защиты населения Мы поможем вам оформить субсидию Можно пройти? Нет, спасибо Подождите, подождите Ну почему? Мы же пришли помочь Вы же одна совсем Оставьте меня в покое А ну тихо Да, Игорек Наследница по завещанию? А в каком именно нотариате? Так, попроси Попроси, чтобы задержали ее до моего приезда Пусть нотариус ничего не говорит Да, спасибо Лорд? Ты где? Так, еще раз Завещание на Дарью Степановну Харламову Даже не родственница Ну да Родственные связи доказать сложно Сейчас выходит А в чем она одета? В синем? Вот она А, да, да, да Вижу, вижу Давай за ней Давай, давай, давай О, это надолго Гражданин начальник А обед-то когда? Не, ну ты меня со стола сорвал Ну Беги, беги Только недалеко Вот, начальник, душа человека Тебе что-то взять? Нет Ну и не надо Опа Опа За цене Гроза района Мария Ивановна Та, с которой у тебя разговор не сложился? Ага Мария Ивановна, куда ты лезешь? Чуть брендила Действует сразу на два фронта Сначала подали На наследование квартиры Миловановых И тут же мутят с моей Марии Ивановной Так, звони Ане, рассказывай Давай за ними Слушаюсь, гражданин начальник Так, ну судя по всему К нотариусу Твою бабку привезли Чтобы подписать Какие-то документы Дарственные Или завещания А потом она пропадет Ей еще повезло Что мы подоспели Но все равно Все подозрительно Эта бабка во всех видит бандюков Даже меня бандюков назвал А ну и понятно А тут едет с этим бугоем Может не будем рисковать этой бабкой? Давай как-то накроем всех вместе И сдадим мусора У нас нет против них никаких улик Доказательств вины Просто следим Чтобы взять на горячим То есть Ее завезут в лес Завалят Да мы рыпнуться не успеем Вздеваешься? У нас выбора нет Бабуля что-то подписала По идее Живая она и больше не нужна У тебя есть что-нибудь Тяжелое? Мужика придется вырубить Завалю тяжелое Поехали Прикинь Ничего лучшего вы не придумали Как завалить собственной квартиры А нет Бабка еще поживет Так мужик уехал Значит бабуля дома одна Я попробую предупредить ее А ты звони Ане Окей Алло Ну что? Мы пришвернулись к нотариусам И вернулись на исходную Бабка пошла домой А Петрович ломанулся с ней перетереть Чтоб не спалились Если это банда Там еще кто-то может быть на стрёме Я позвоню головку Поможет Опять мусоропа набегает Молодой человек Вы чего-то звоните Слава богу вы живы В квартире кто-то есть? Да похоже здесь тоже никого А вы кто такой? Вам еще повезло Что вы остались целы Да что вам нужно? Может мне милицию вызвать? Из милиции Слава богу сейчас будет Вы стали жертвой бандитов Аферистов Каких бандитов? Вы только что были у нотариуса Подписали документы С вами был бандит Ну какой бандит? Это мой племянник Леша Ваш племянник? Вы уверены? Здравствуйте дядь Маш Ну вот он Леш Да Скажи мужчине Что ты мой племянник Да племянник из Николаева А что случилось? А девушка Которая выходила из квартиры? Ну это Даша Знакомая тетя Маша Она мне ключи одолжила От машины занесла А где она сейчас? Ну ушла Я ей могу позвонить Если надо Какие-то проблемы К ней какие-то претензии Да нет, извините Нет проблем Извините Извините Группу захвата отменяем Мы ошиблись Да ошиблись Какого черта ты меня сорвала? Да еще и с группой захвата Мы следили за подозреваемыми И были уверены Что Мария Ивановна в опасности А вот этот Бугай убийца Мы проверили документы Мария Ивановна проживает В этой квартире А Бугай как ты говоришь Ее племянник Алексей Где бандиты? Где убийцы? Аня Мне перед подчиненными неудобно Я понимаю Мы звонили Дарье Харламовой По телефону Который дала Мария Ивановна Она внизу Ну давайте будем ждать Еще одного члена банды А главарь у них Мария Ивановна Дарье квартиру Блин Так я сейчас опять Будет криминальной рожей Обзывать Мария Ивановна А вы давно знаете Дарью Харламову? Да с детства я ее знаю Такая девочка хорошая была Это дочь моей подруги Ее уже в живых нету А вы в курсе Что Дарья брала машину Вашего племянника Не просто так А чтобы поехать И оформить наследство На квартиру Миловановых Ну да В курсе А какое отношение Это Дарья имеет К квартире Миловановых Если у них есть Законная наследница Женя Вы знаете Женю Катя и Ваня Просто терпели Она пила Гуляла А Даша Такая хорошая была Она им во всем помогала Продукты приносила Лекарства покупала Но это до тех пор Пока Женя не появилась А вот покойная Катя Мне всегда говорила Мол помру Дашке хату оставлю Именно так и говорила Понятно Ой Извини Я сейчас Да Пожалуйста Я сейчас Я не кренально пойму Ее подменили Я ничего не могу понять Ее как подменили Она орала Постоянно криминальной рот Что будем делать? Извините Ваши Ничего Я хотела вот у вас спросить А как так получилось Что Женя совершенно Ничего не знала о Даше? Вы знаете Даша такая скромница Ей чужого никогда не надо было Она даже не подозревала Что ей квартиру завещали Да вы что? Да? У меня телефон Я быстро Да, конечно Я сейчас Конечно Сейчас Это не она? Не она Она в гриме Да Делать что будем? Будем брать Как брать? Голыми руками? Да, вот голыми руками Прямо здесь Что? Под пули лезть? Ничего не развалимся Уйдут с концами Все Такой кушник бросит Ой Извините Я в туалет Мария Ивановна Буквально один вопрос Еще хотела задать Даже не вам А скорее Вашему племяннику Алексей Скажите пожалуйста А вы Сами так Талантливо Гримируете Свою напарницу? Или она Где-то Этому училась? Мочи их Аня Где Мария Ивановна? Доктора вызови Слышь ты актриса Куда бабку схоронились? В подвале За городом Адрес Мария Ивановна Вы здесь? О Вот Стой Да что? Где вас черти носили? Не милиция Ахрен за что? Меня чуть не убили Настоящая Мария Ивановна Это ты Я твою рожу Бандитскую запомнила Убандюган Успокойтесь Успокойтесь Мы пришли вас спасать А полиция наверху Так ты заодно с полицией Оборотень в погонах А ты кто такой? Милиция? Значит так милиция Проверьте эту рожу криминальную Я его еще неделю назад заметила Все крутился вокруг моего дома Потом эти приперли Хорошо, хорошо Мы все проверим Давайте выходить потихонечку Давайте аккуратненько По лестнице А я помогу Чтобы вы не упали Ага И будешь мне под юбку заглядывать Где отсюда извращенец? О, извращенцы Я не дружу Не, не Может будем выходить? Ну руку подай Стоишь тут Ой Они выдавали себя За реальных владельцев квартиры Используя их паспорт, код Гримировались под стариков И проходили с их документами Все инстанции Какой талант теперь будет пропадать в тюрьме? А стариков вывозили в подвал И не убивали Пока не закончится сделка Ну, мало ли, какая-нибудь еще подпись понадобится Марии Ивановне просто повезло Гениальная схема Официально старики остаются в живых Просто съезжают с занимаемой площади А уголовное дело Об убийстве или пропаже без вести Не возбуждается А в случае с Миловановыми Женя поломала все их планы Она же законная наследница Ну да Пришлось и стариков убивать И Евгению подставлять Кстати, вот на этой фотографии Это не Евгения Это та же Дарья Харламова в гриме Григорий Анатольевич Отпустите мою одноклассницу А то она там уже на меня куклу Вуду сплела Хорошо Аничка, привет, дорога Привет Господи, как я тебе благодарна Ты просто мой ангел-спроситель Что бы со мной было, если бы не ты Ты мой ангел-хранитель Слушай, недавно видела Травинского Это какой-то кошмар Он такой биша, какой-то такой толстый Хорошо, что мы с тобой бросили его Проехали, ладно Чем ты будешь заниматься? Ты знаешь, хочу завязать с прошлым Стать приличной Даже иду на настоящий сын Да ладно Когда ты успела с тем? Ой, помнишь этого следователя Который меня арестовывал Такой сильный, такой мужественный Он такой симпатичный-симпатичный Ну все, как я мечтала Ты не меняешься Да ладно Ну беги Опознаешь? Опознаешь? Спасибо тебе большое Да, пожалуй Так вот, обниму тебя Умни уже, звезда Пока Мальчики, спасибо Что это было? Да? Есть люди, которые не поменяют О боже Да, это точно Но я все-таки искренне рада Что мы ее спасли Да Так что По этому делу отметим Наливочки От самогонщика Лорд Ты так и выбил из него рецептик Ничего я не выбивал Лера Я попросить вообще пришел Мне нужны деньги Скажи честно Зачем тебе деньги? Лера Я задолбался Дома с ребенком сидеть Тебя тяготит уже собственный ребенок? Лера Я открываю бизнес Бизнес Лера Я уже готов Уже все готово Я открываю дизайнерское бюро Мне просто нужна твоя помощь Пять тысяч евро Сколько? Я все отдам Все до копеечки Понятно Ты опять играешь? Сколько ты должен? Подпишешь? Стучаться не учили? Что это? Почему польское сырье С китайским рядом? Я сделала все Как ты просила Господи Не видывал таких идиоток Завтра Чтобы не все переделала Иначе уволю тебя нафиг Ничего Недолго тебе осталось Я не поняла Сучка Так, Дима Хочешь обижайся Хочешь не обижайся Денег я тебе не дам Лера, ну почему? Да потому что Бизнес Дизайн Просто скажи Что ты проиграл Пять тысяч евро Я ведь права Права? Да ни хрена ты не права! Бить меня хочешь? Хочу Женщина Лет 30 35 С признаками насильственной смерти От удушения Возможно изнасилована Это уже пятая жертва Да Делаем все, что можем Сегодня выстрелим патрули в других парках Действуйте Мы должны поймать этого зверя Субтитры сделал DimaTorzok Да что за мужики пошли? Больной зуб, Николай Петрович, можно или вылечить, или вырвать Так что радуйтесь, что вы еще живы Посидите Не обижайтесь Она дочь две недели назад похоронила Может слышали? Маньяк из парка Я знаю это дело Женщину насиловали, убивали Мою дочь убил не маньяк А кто? Вам знать не обязательно Это наша семейная трагедия А я из детективного агентства могу помочь Если вы посадите в тюрьму моего зятя Я вам буду очень благодарна Мы сможем найти настоящего убийцу Если ваш зять окажется виновным Посадим его Очень на это надеюсь Давайте сначала вылечим зуб А потом я вам все расскажу Мою дочь убил мой зять Дима Из-за денег Он игрок Лерочка сказала, он опять пришел и просил деньги Карточный долг отдать Большую сумму А Лера решила ему денег больше не давать А когда мы ее забирали из морга То я у Димы в кармане, в куртке Видела пачку евро Вы спросили, откуда деньги? Конечно Он сказал, что Лера дала А она мне сама сказала Денег больше не дам Ну хорошо А есть еще какие-то факты Подтверждающие вину Диму? Кстати У нас всех У моего сына Макса У его жены Тани И у меня в полиции взяли отпечатки пальцев Ну это обязательно процедура, да А вот у Димы, моего зятя Нет Он исчез Пропал Растворился Маньяк пойман И он сам во всем сознался Наши спецы проделали огромную работу Сутками караулили этого парнякова Всеми их месяцами не видели Молодцы Нет, я говорю молодцы, молодцы Но последнее убийство Я бы на него не вешала Иначе настоящий убийца Валерий Шабанет Будет гулять на свободе Но парняков сознался Что он убил и Валерию Шабанет А дайте мне возможность с ним поговорить Всех жертв помнишь? Я их имена спрашиваю перед тем, как душить Нина Ириша Ася Рита Еще одна была Эту помнишь? Симпатичная Как звали? Светочка Лерочка У девушек в руке нашли черную ладью А зачем ты вкладывал ему в руки шахматные фигурки? Я в 14 лет Занял первое место в конкурсе черная ладья Я был герой Он не убивал Валерию Шабанет Факты? Парняков шахматист Действовал согласно алгоритму Для него очень важны последовательность и точность В пятницу Именно в пятницу он душил жертву, а потом насиловал Валерия Шабанет была убита в среду Скончалась не от удушения, а от удара в висок И самое главное, ее не насиловали А знаешь, что я тебе отвечу? Он ее просто ударил Она упала и скончалась И весь твой, как ты говоришь, алгоритм последовательности маньяка нарушен Но главное, Аня Парняков сознался, что он убил Шабанец Парняков Человек с воспаленным умом Он гордится тем, что ему приписали еще одно убийство Но он не знает, как зовут Валерию В чем она была одета А своих настоящих жертв Он мне каждую перечислил поименно А ты забыла самое главное Шахматная ладья У всех убитых женщин в руке была зажата шахматная ладья И у Валерии тоже Значит, убийца Валерия Очень умный и расчетливый Он хорошо продумал, как списать убийство Валерии на маньяка Буду с тобой откровенен Мы отрапортовали о поимке маньяка, убившего пять женщин Пять! Даю тебе неделю на поимку убийцы Дело резонансное Через неделю у меня отчет в управлении Потом брифинг Не успеешь, сама понимаешь Я с Парняковым париться не буду Итак, что мы имеем? Валерия после обеда уезжает из офиса и не возвращается Утром ее находят в парке мертв По версии Елены Владимировны, ее дочь убил зять Дима Потому что крупно проигрался Его прижали серьезные люди К примеру, поставили на счетчик Мотив серьезный Убить мог? Вторая версия – это коллеги и внутренние завистники Все-таки бизнес был серьезный Ну и версия третья – родственники Валерия была единственной богатой бизнес-вумен в семье Наверняка и все должны были деньги Нужно проверить, есть ли мотив для убийства У брата Валерии Максима И его жены Татьяны Я отправлю Лорода, пусть вотрется в доверие К кому-нибудь из сотрудников Ну а я займусь родственниками Зря эта свекровь все затеяла Понимаете, ну не мог Дима убить Леру Ну а почему Елена Владимировна считает, что мог? Понимаете, она женщина неплохая Но иногда как что-то втемяшится в голову А Димка, он хороший Он не изменял Лере Да и Ханжеле ребенку Он был и за отца, и за мать Ну смотри, как хорошо Какого черта я здесь припарковался Не написано, это мое место, все знают Макс! Давай на выход, давай Вы не подумайте, это в последнее время Ну что-то случилось, а вообще он хороший Не подумайте Ты мне расскажешь, откуда я... Все, я делаю, слушай, вас я не видел Максим, вы знаете, что ваш свекровь считает, что Дима убил Леру? Считали, что Дима убийца? Да Не знаю Люди часто не те, за кого себя выдают Вы с ним дружили? Дружили? Ну, мы родственники больше Так, Дима у нас в долги влез, начал играть Естественно, ко мне пришел, а у меня денег нету У нашей сестры Верочки деньги были как раз, это я знаю Но она бы их Диме не дала Ее называли все железной кнопкой Она постоянно плохо относилась к людям на фирме И к родственникам она жесткая была, в общем А у вас с сестрой был совместный бизнес? Нет, не было А кто после нее будет управлять фирмой? Не знаю, наверное, ее подруга Наташа, она же ее заместитель Извините, наверное, нам пора, всего доброго До свидания Ты мне что здесь накалякала? У тебя руки откуда растут? Лера? Так на меня никогда не кричала А я тебе не Лера, поняла? Я с тобой сюсюкаться не буду Еще один косяк, и ты уволена Сейчас выйдет девушка Она всегда выходит И она с телефоном выходит Ты подбегаешь, вырываешь телефон И валишь вот в ту сторону Понял? Бить не буду, не переживай Ворд, мне нужно узнать о Наташе все Она замещает Валерию Знаю, знаю, знаю Она секретарша Катя, зам директора Все знаю Давай, 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 до связи все, давай Пошли Рвице-поруда Эй, вы, вы, вы чего? Помогите Стой Ах ты ж, блин А ну, стоять Ты что, свалить хотел, а? Да я не испугался Валерию сейчас догонишься, повяж Давай сюда Вали, давай В общем, Лера Погоняла железная кнопка Мутила по-крупному С Катяных слов Брала товар По бухгалтерии не проводила Продавала А разницу ложила к себе в карман Обычная схема Нужно на них налоговую напустить Люди деньги делали А ты налоговую А что Наташа? Наташа, естественно, эту схему просекла Ну, конечно, долю захотела А Лера ее к кормушке не подпускала Скандал был серьезный Наташа могла шантажировать Леру Доля в деле за молчание Лера отказалась Наташа всю схему знает И Лера ей не нужна Железный мотив убийства Такое впечатление, что ты там со свечками стоял Все-то ты знаешь Опыт, лорд, опыт А ты видео с Катей записал? Естественно, записал Но допрос проводился В некой интимной обстановке Поэтому здесь в офисе не покажешь Елену Владимировну арестовали О, парадень в погонах Не, ну вы видели Да у нее не все дома Да у меня на участке еще никогда такого случая не было Вот что я теперь жене скажу, а? Что мне какая-то чокнутая тетка лицо рассорапала? Давайте по порядку Давайте по порядку Давайте по порядку Задержанная гуляла с ребенком К ним подошел отец ребенка Вот, кстати, видео С камер видеонаблюдения там Кафе рядом Это видео является доказательством Вашего нападения при исполнении Вот Пожалуйста, смотрите Ребенок сам подбежал к отцу Бросился к нему на руки от радости А задержанная стала выдирать ребенка из рук отца Звать полицию Я рядом проходил Подбежал Стала требовать, чтобы я его арестовал А ребенка забрал А за что арестовывать? Я проверил паспорт Это отец ребенка И соседи подтвердили В общем Я решил оставить ребенка с отцом А задержанная Рассорапала мне лицо Елена Владимировна Да Уйдите, пожалуйста, в коридор Мне нужно поговорить с участком Пожалуйста Как в коридор? Идите, идите Да она сумасшедшая Какой в коридор? Да ее в клетке держать надо У Димы заберут мою булочку Ну сейчас мы просто не имеем права забрать ребенка у отца Как вы не понимаете, ребенок сейчас находится в руках убийцы Да я понимаю Хорошо, что меня отсюда вытащили Это мой сын Хорошо, что все уладилось до него А то он у меня такой нервный стал Как ты? Ничего Спасибо Да, лорд Новая информация от резидента Кати Она утверждает Дима и Наташа любовники Кстати, видео о откровении Кати Выслал на почту Точно Точно любовники Ну а как это можно было еще понять? В общем, я была в туалете Ну, в кабинке Наташа мыла руки Тут заходит железная кнопка И так сразу к Наташе Ты меня поняла? Наташа молчит А Лера, я еще раз сниму, вижу Вылетишь вон с фермы Поняла? Да, Елена Владимировна права Диме нужны были деньги А Наташа И деньги, и Дима Все равно я не верю, что Дима мог убить жену Наташа управляла всем процессом Вот такая, как она Спокойно могла взять любовника Ну, в общем, за одно место И довести до убийства Слушай, Ань Это, конечно, не в моих правилах Нужно послать лорда в дом к Диме Может, он найдет то, на что следствие не обратило внимания А нам это поможет двигаться дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Нашел шахматы И, ну, в этих шахматах не хватает одной фигуры И какой, ты думаешь? Ладьи Такого цвета ладьи нет Черного Что еще нашел, Влад? Ноут запароленный И скакалка в пакетике Неси все сюда, будем разбираться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это же бред Оставлять такую улику дома Я же этот бред Свободой рисковал Операне нашли Вообще не обратили внимания при обыске А я нашел Не, не, не стой Аня Улика против Димы Серьезная Они вместе с Наташей убили его жену И вложили черную ладью в руку Основная деталь убийств маньяка Ну, хорошо Если они такие умные и расчетливые Почему они не избавились от остальных шахмат? Березливые Это тупик Ну, без Димы Двигаться дальше нет смысла Почему? Это у Петровича Не получилось найти У меня получится К вечеру буду Ну вот, нашел Добрый вечер Мне дал вашу визитку участковый Который помог Анжелу забрать его У тещи А где вы были во время убийства? У психолога ждал Леру Он подтвердит Вот, не дождался Потом поехал домой И вечером заявил в полицию В ссоре с Натальей Лера сказала буквально следующее Еще раз с ним тебя увижу Вылетишь отсюда Речь шла о вас? Я ничего не понимаю Узнаете? Это было у Леры в руке Нам в полиции показывали А у вас дома есть Такой набор шахмат? Лето, почему вы спрашиваете? Потому что этот набор Мы нашли у вас дома Вы были у меня дома? А, там все хорошо Трубы не ткут Если вы считаете Что я убил Леру Вы ошибаетесь Послушайте, какие факты Против вас? Только тихо, да? Вам нужны были деньги Помочь могла вам только Лера Но она наотрез отказывалась Так? Вы были любовником Наташи Наташа знала О схемах И левых заработках Леры Но та с ней делиться не хотела И вы решили убить ее Для этого вы продумали убийство так Чтобы следствие подумало Что убивает маньяк Вы вложили в руку убитой Леры Черную ладью Вот этот набор Без черной ладьи Вы нашли у вас дома Я надеюсь, вам достаточно фактов Для того, чтобы признаться В убийстве жены Леры ноутбук вскрыли Я сейчас буду Петрович, на два слова Извините Дима не убийца Я тебе говорю Он не врет У него нет испуганной лице Прилива крови Или микросокращения мышц лица Он мог заранее все это отрепетировать Ну что, он актер, чтобы заранее репетировать Что ты говоришь, Петрович? А не в общем Ты делай, как знаешь Что же у нас главное Я с тобой не согласен Аня, это бомба А мы тут А Смотрите, что я нарыл Сладкая парочка В усе гусарочка Валерия наняла детектива Чтобы следить за братцем А что же так она Хотела Наташу из Максима уходить? Она спасала семью Максим женат на Татьяне И она не хотела, чтобы они развелись Так значит, Веру Убил Максим И Наташа А под маньяка закосили Ну получается, что против Димы У нас только шахматы Если на них нет отпечатков пальцев Значит Ему их подложили Понятно Катя говорит Завтра девять дней И Елена Владимировна Макс и Наташа Будут на кладбище Вы поедете? Нет Не хочу с тещей видеться Мы потом с Анжелой Сами сходим Я хотела задать вам Еще последний вопрос Дима Откуда все-таки у вас деньги? Я видел, как Лера дома прячет Потом ей кто-то позвонил Она убежала Сказала, встретимся у психолога И что, ты долг не отдал пацанам? Я хотел Я хотел, но деньги перепрятал Потом позвонили и сказали, что Что Лера мертва И мы с Анжелой вдвоем остались В общем, я долги верну И дочь буду сам воспитывать Наташа А где наши деньги? Какие деньги, Елена Владимировна? Как какие? Лере принадлежала фирма Она много зарабатывала Теперь эта фирма принадлежит нам А где же наш доход от фирмы, Наташа? Официально фирма Имела очень маленький доход Лере нужна была фирма Только для того, чтобы Прикрывать свои черные Неофициальные схемы Да, мама Я же тебе говорил Ты опять начинаешь этот разговор Хорошо А где наш доход От схем От этих черных? А зачем мне с вами делиться? Я провожу эти схемы Я получаю прибыль Мне ваша фирма Гребаная Нафиг не нужна Я могу свое открыть А как мы будем жить? На какие деньги Я буду воспитывать ребенка? Послушайте У ребенка есть отец Пусть он и заботится Ее отец? Убийца И скоро он садит в тюрьму Это агентство Особо не чешется Это Дима Бегает черт знает где Там это главное У них как ее Аня Она попросила подъехать Может внучку мою нашли Мама, я отвезу тебя Хорошо Только давай сначала заедем домой Я хочу переодеться Макс Ну ты понимаешь, что мы нищие Да мы еще посмотрим Да что ты можешь? Увидишь Ну? Что накопал? Ты прям кладезь юмора Ге-ге Ничего в принципе интересного А бабка говорили Кто кому должен Где что зарыли Где кто Как жить будет дальше В общем не поминки А совершание у вас в милиции Короче Результаты экспертизы показали Что на шахматах Вообще никаких отпечатков пальцев нет Так что как я и говорила Дима ни в чем не виноват Ну значит шахматы ему подбросили И как говорил Володя Следствие не обратило на это внимание А мы обратим Не мы А я Еще Экспертиза показала Что на скакалке Найдены отпечатки пальцев Максима Но отпечатки были оставлены давно Лера хранила скакалку в пакете Зачем? Пока не знаю У нас двое подозреваемых Наташа и Максим Мотивацию Наташи я понимаю А вот Максима нет Но я же тебе говорил Если они любовники Такая как Наташа Заставит пойти на убийство кого угодно Для того чтобы Максим убил сестру Нужен железный мотив У нас его пока нет Вот Точно Наташу? Угу Еле вырвалась Надоело лазить на пузе Технику подключаем Только пожалуйста побыстрее Наташа в бухгалтерию пошла Скоро вернется Да не переживай ты, Катюха Все будет нормально Этот шучок позволяет слушать разговоры по телефону Это просто и гениально А мне за это точно ничего не будет? Не переживай гарантию даю Готово Ну С Богом Я побежала Ни пуха ни пера Вы нашли мою внучку? Нашли И где она? Со своим отцом Димой И когда вы посадите Диму в тюрьму? Мы работаем над тем, чтобы найти настоящего убийцу вашей дочери И что вы нарыли? Мы не роем Мы собираем факты Факты? Вы уже были на квартире у Димы и Леры? У меня ключик есть В гост туда отвезти У вас есть ключ от Диминой квартиры? Если вы забыли, напомню Мы родственники А родственники всегда обмениваются ключами от дома На всякий случай Мы опросили всех, кто контактировал с Лерой И просмотрели ее ноутбук В одном из файлов подружки Очень часто встречается одна и та же девушка Это моя подруга, не Лерина Моя давняя Макс, езжай домой Тут надолго, пока всех подружек переберем Так вы поедете к Диме на квартиру? Да когда надо будет, мы вас наберем Тогда до свидания Боже, где вы это нашли? Это не моя подруга Это Галя Старшая сестра Тани Жены Максима Макс сначала встречался с Галей Но ее убили Хорошо, что он не видел фото Гали Он так убивался за ней А она носом крутила Убили? Кто? Когда? Давно было Лет десять назад Максу тогда лет двадцать было Галя была сама на даче Забрались воры И убили ее Удушили И говорят, изнасиловать хотели Страшная трагедия А убийц Гали нашли? Да нет Извините Лорд Да Ну что, Наташа отъехала от офиса В неизвестном направлении Я естественно на хвосте Петрович сейчас подъедет ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, увлезь А че я? Я старый Запомни Держи Вот эту кнопочку Видео снимай давай Слушай, тут так романтично В машине, в лесу Помнишь, как в первый раз? У меня для тебя есть небольшой сюрприз А у меня тоже есть для тебя маленький сюрприз Не сейчас Слушай, ну давай потом о делах Мне-то так хочется А мне хочется Чтобы 70% со схемы Леры И теперь отдавала мне Это слишком дорого за секс с тобой Это слишком мало За мое молчание За какое молчание? О том, что ты убила мою сестру Леру И как же я ее убила Вот этой пепельницей Ты с ней поссорилась Потом зашла в офис И врезала с железной кнопки Этой пепельницы прямо в висок Потом ты увезла ее тело в парк И там оставила Надо, чуть не забыл Еще ты оставила За шахматную ладью У нее в руках И, конечно же, на пепельнице Мои отпечатки пальцев А-а-а Ведь только мне Лера разрешала Курить в кабинете Я даже помню, когда их там оставила Спасибо Можно я закурю? Кури Поставь пепельницу на место Не поняла Поставь пепельницу на место И выйди из кабинета Поняла? То есть ты уже тогда Продумал убийство И улики против меня, да, Макс? Очень сообразительно Я не ожидала от тебя А я не ожидал от тебя Что ты убьешь мою сестру Бедная Лерочка Убить ее прямо в висок Пепельницей Вот эта жестокость Ну, теперь на этой пепельнице Твои отечественные пальцы И ее кровь Поэтому, если ты не будешь Выполнять то, что я тебе говорю Эта пепельница Окажется в полиции А ты страшный человек, Макс Одно дело Повесить на меня убийство Это полбеды Но убить Леру Она же твоя сестра Сестра, которая всеми помыкала Она всех ненавидела Моя мать и жена Вечно говорили Какая Лерочка хорошая Ставили мне ее в пример В это время я обналичивал Гигантские суммы для нее И за что? За какие-то 2%? Это все эмоции Факт остается фактом Ты убила Леру А не я Если ты не будешь Мне платить за молчание Сама знаешь, что будет А ты знаешь, Максик У меня для тебя тоже есть сюрприз Я беременна от тебя Что же ты молчишь? Это теперь Твои проблемы Так а что там? Это Максим Леру убил Да ну Сестру? Что же она ему такое сделала? Говорит, отомстил Чтоб не командовала Слушай, в таком случае Я тебя вообще должен зарыть Живьем Спасибо за откровенность Ну как уж есть Какая Лерочка хорошая Ставили мне ее в пример В это время я обналичивал Гигантские суммы для нее И за что? За какие-то 2%? Нет, ну Очевидно, что убил Максим Точно За то, что командовала Я бы так же поступил бы Итак, какие у нас есть улики против Максима? Да никаких Он даже при разговоре с Наташей Ни разу не проговорился В общем, видео как улика Пойти не может Да Проколов он не допускает Да прижать его нужно В конце концов Чтоб запаниковал И раскололся Не мне тебе рассказывать Как вы там в ментовке На пон берете Да Есть методы психологического давления Вот на таких, как ты А если не поможет Я и физически надавлю В общем, если он организовал Улики против Наташи Значит, шахматы в квартиру Димы Подбросил тоже он Ты помнишь, как он настоятельно просил нас Поехать с ним, чтобы показать квартиру Димы? Я понял Походу, он очень сильно хочет Чтобы мы наконец-то обнаружили Эти шахматы Володя Нужно до того, как мы приедем с Максимом В квартире кое-что Подготовить Володя? Да шо угодно Странно, что вы до сих пор Не были у Димы в доме Вы не это ищете? Что это? Это шахматы Шахматы, которые вы подбросили Следствие должно было найти их И решить, что это Дима убил вашу сестру И подложил ей ладью Чтобы отвести подозрения Как маньяк Который подбрасывает шахматные фигурки Почему вы решили, что я их подложил? Потому что на них ваши отпечатки пальцев На них не могут быть мои отпечатки пальцев А почему, Максим? Вы их протерли? Проговорились, да? А как же так? В доме, где вы так часто бывали Даже на шахматах Нет ваших отпечатков пальцев Проговорился И где вы еще нарыли отпечатки пальцев? А на скакалке Чего, ножки не держат? А пальчики твои на ней Рассказай, как они там появились Или сам? Где вы это нашли? А в серванте у Леры В серванте Все так просто А где она должна была быть, Максим? В ячейке В банке Она шантажировала на этой скакалке восемь лет И в итоге она оказывается в серванте А чьи еще пальчики на скакалке? Галины Прошиной? Это ты убил Галю, Максим? Рассказывай, что произошло на даче восемь лет назад Как убивал, как насиловал Я ее не насиловал Я ее любил И я доверял ей Она сразу мне изменила И продолжала изменять Когда я приехал к ней на дачу Выяснить отношения Она сразу начала издеваться Оно мной Она стала смеяться Говорить, какой я жалкий Говорить, как надо мной в компании смеются Я взял Эту скакалку Я начал душить ее Я душил ее, душил Пока она не перестала душать А как Лера обо всем узнала? Я позвонил ей Она сразу приехала Я волновался Я не знал, что делать Я делал Вера протерла полы Помыла посуду За тебя все придется разгребаться Потом забрала Эту скакалку Она сделала вид, как будто На Галю напали Пошли И ограбили Потом она этой скакалкой Шантажировала меня Если бы я Не обналичивал деньги в банке Все эти проценты На быту скакалочку И слабый В полицию Ну и веселая же у вас семейка Как вы убили сестру свою? Мою сестру убил маньяк Или у вас тоже есть факты Мои причастности к этому убийству? Есть Это копия А настоящая У тебя в сумке Че ж ты такую улику Носишь с собой? Тихо Не дерлайся, малыш Как вы об этом узнали? А мы записали ваш разговор с Наташей на видео Тогда вы должны знать, что на пепельнице ее отпечатки пальцев И она причастна к этому убийству И это мы знаем Только вот не будем трогать беременную женщину Да, Григорий Анатольевич А мы вот раскрыли преступление восьмилетней давности Убийство Галины Прошиной И все факты виновности Максима Проценко у нас Готовы передать вам преступника А что насчет Валерия Шабанец? Да, можно сказать, мы не собрали достаточного количества улик Кто? Ну, нет фактов преступления Как я могу назвать вам фамилию подозреваемого? Никак Мы раскрыли и доказали пять случаев Пять случаев преступных действий Маньяка-убийца Бориса Парнякова А я вот не знаю, что на самом деле хуже Маньяк, который людей убивает Или Максим, который собственную сестру Ну, на самом деле сестра там тоже не подарок Кстати, а как там Дима? Все прячется от тещи Она сегодня опять звонила Я надеюсь, что жизнь заставит их объединиться Ради Анджелы Ну, конечно, теперь нужно деньги зарабатывать Наташа ей мне копейки не даст Это я залетела Ты здесь ни при чем Успокойся Это я затащила тебя в постель Вернее, в подсобку На маты Не ты лишила меня невинности, а я тебя изнасиловала Приживай Тебя не посадят Я никому ничего не скажу И на аборт я иду сознатель У тебя истерика Глупенькая Я люблю тебя Ты маленькая еще принимать подобное решение Я решил Через полгода ты получишь аттестат И мы поженимся Пожать ребенка от тебя я не хочу Ты, конечно, супер мужчина Но я не хочу, чтобы ты был моим мужем И содержал нашу семью У меня на этот счет другие планы Ты думаешь, что я не могу содержать семью? Можешь Но не мою Так, я сейчас иду к твоим родителям Все рассказываю И не ты, а мы принимаем решение У ребенка должен быть отец У тебя муж Всю ответственность я беру на себя Ответственность? Да ты достал меня Хочешь, я скажу, что думаю о тебе Ты так и остался благородным, но мальчиком Мужиком тебя так и не довелось стать Тебя даже ученики не слушаются Внешне ты идеал А внутри подделка Ну-ну-ну-ну Потекли слезки Иди сюда Ненавижу тебя Ты убила меня, понимаешь? Так же хладнокровно Хочешь убить нашего ребенка? Я не дам тебе этого сделать Информацию для тебя Чтобы ты по благородству Не наделал глупости И не подключил родителей и общественность Статью про растление несовершеннолетних Я на всякий случай прочитала И ты по всем параметрам под нее подходишь Имей в виду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Присаживайся Петрович, Дима Зотов мой давний друг У него случилось несчастье Убили дочку Полиция месяц ищет убийцу А результата нет Официальная версия полиции Убийство с целью ограбления Но я не верю Факты Дим, если Николаю Петровичу Наши доводы в другой версии убийства Покажутся неубедительными Я, к сожалению, не смогу взяться за дело Я понимаю Нам нужны очень веские причины Чтобы начать параллельное расследование Тебе тяжело, давай я Мою дочь Душили осознанно Без спешки Душить проволокой, чтобы ограбить При ограблении, которое всегда очень быстро происходит Это слишком длительный процесс Это же очевидно И второе И второе Странное положение жертвы Она свернулась калачиком Как будто ее били в живот А она защищалась Но побоев на теле не обнаружили Сексуальное насилие было? Одежда целая Какие ценные вещи пропали? Обильный телефон Сумочка с деньгами Мать Марина говорила Крестик надельный Ну ты понимаешь, что убийство С целью ограбления В данном случае Очень слабая версия Убивать ради сумочки с телефона Да, будем разрабатывать новую версию Убийство На почве личной неприязни Вы найдете убийцу? Мы будем вести параллельное С полицией расследование Скажите С кем в последнее время Ваша дочь имела контакты? Я не знаю Марина жила с матерью В разводе Официально не разводились Но живем отдельно Ну, в таком случае Нужно поговорить с мамой Марины Сможете договориться? Я попробую Скажите А зачем Дима это делает? Папаша вдруг опомнился? Так раньше дочерью Надо было заниматься А теперь чем вы можете нам помочь? А ничем Дочь-то уже не вернешь? Послушайте Мы не верим в официальную версию следствия Возможно, Марина была убита Из-за личной неприязни Господи Что вы такое говорите? Какая личная неприязнь? Да она школьница была Ребенок Это Марина вообще была Золотой ребенок Вы понимаете? Она же училась на отлично Она мне по дому помогала Приходила всегда вовремя Я Богом благодарила за такую дочь Господи, чего она так рано забрал? Ну все же, успокойтесь С кем она общалась в последнее время? Да ни с кем, кто мог ее убить Вы извините Да, Екатерина Дмитриевна Тесные контакты с полицией Лично начальником РУВД Дают свои результаты И, конечно, твоя настойчивость Судебно-медицинская экспертиза Трупа Марины показала Что она незадолго до смерти Сделала аборт Что? Да, Марина сделала аборт Но папа Марины об этом не говорил Потому что мать Марины Умоляла Головко Ничего не рассказывать отцу Слушай, я сейчас с мамой Марины разговариваю Спасибо тебе Очень нужная информация На связи Не волнуйтесь Я вам гарантирую Мы сохраним ваш брак Да У вас ко мне все? Марина же не могла сделать аборт без вашего согласия Ей же 18 лет не было Неужели она не говорила, чьи это ребенок? Господи, я же просила милицию Не разглашать эту информацию Да если кто-то узнает Мне конец Вы понимаете, я работаю семейным психологом Я очень долго собирала клиентуру А здесь сначала муж ушел Потом у дочери аборт Потом смерть Да я понимаю, да Но нам нужно найти убийцу А убийца, скорее всего, тот От кого Марина забеременела Да не говорила она мне ничего Вы знаете, когда Дима ушел А она мне бросила фразу Такую прям в лицо Говорит, мужика нужно найти правильного Контролировать его и держать А я все неправильно делала И откуда в ее возрасте Такие мысли Ну а После аборта она Вообще очень сильно изменилась Она сидела все время дома И никуда не выходила Да я ей посоветовала Сходить в церковь Покаяться, легче станет А она Знаете, послушалась и пошла Она даже Крестик на тельник купила Ну Такой простенький На веревочке Потом еще раз пошла Возможно, она батюшке сказала Кто это сволочь А я ее больше таки не видела Да Спасибо вам за телефон Следователь проверил Все фотографии и звонки За последний месяц До смерти Зотовой Там только фото с одноклассниками И учителями И звонки Тот же круг общения Так что под версию Убийства с целью ограбления Все контакты не подходят Ну, может быть, на фото Тот, с кем она была близка Это твоя версия Убийство на почве неприязни Мы ее даже не рассматривали К тому же только ты можешь Определить по фото Кто с кем сексом занимался Ну, в смысле Кто с кем был близок Спасибо за телефон Узнаю, конечно А что, с ней что-то случилось? Да Убили О, Господи Кто же замахнулся на эту невинную душу? Это мы и пытаемся выяснить Мама Марины говорила, что она приходила к вам исповедоваться Конечно Кто ходит в церковь, кто верующий Обязательно исповедуется Может Называла имя своего близкого человека? Даже если и называла Грех на душу брать не буду Тайна исповеди Всегда должна оставаться тайной Даже после того, как человек отошел в мир иной Даже если это может помочь найти убийцу? Не могу Не просите А я ее больше таки не видела Ой, Аня, слушай Я лучше с утра до ночи буду бандитов допрашивать Чем разговаривать с матерью, у которой ребенка убили Кстати, отец Фарфоломей категорически отказывается рассказывать Что девочка говорила на исповеди Юристы, врачи, священнослужители, самые сложные свидетели Их очень трудно разговаривать Всегда Я тебе хотела показать три селфи Которые Марина сделала на свой телефон Сейчас Вот Марина с одноклассником С учителем математики И с учителем физкультуры Как ты думаешь, схемой из них у нее был секс? С учителем физкультуры А как ты догадался? Ну, очень близко стоят друг к другу Про учителя ничего сказать не могу А вот она как-то подчеркивает Он мой Теоретической базой Подкрепить свои догадки не могу А я могу То, что заметил ты Они действительно вторгаются друг к другу В личную интимную зону Но! Посмотри, как она Прищуриваясь Прищуриваясь смотрит на него Это взгляд просчета и прицеливания Так смотрят на мишени перед выстрелом Погоди, погоди Это же совращение малолетних Статья Вдруг кто-то узнал бы Вот Это железная версия убийства Она его шантажировала Он ее убил Я уже поговорила с директором школы Директор Опознала Учителя физкультуры по фото Максим Лавров Дала домашний адрес Соборова 18 Квартира 170 Но мама Марины говорила, что Она сама согласилась сделать аборт Может Он ее заставил? Ну, надо найти этого Максика И все выяснить Максик? Ну, так Марина записала его в телефоне Я уже зарядила лорда Искать Максима Лаврова А что его искать-то? Он что, в школе? Нет, ты не знаешь самого главного На следующий же день после убийства Максим Лавров Уволился Ань, твой Максик, походу, работает тренером в зале Он сейчас там? Да нет, сидит на скамейке Явно кого-то ждет Следи за ним и снимай на видео Перед разговором Я должна составить о нем психологический портрет Да такой мог и ударить Здоровый собака Лорд, проследи, пожалуйста, за ним Угу, спасибо, давай За кем следить? Я потом все расскажу Продолжайте, пожалуйста Вчера убита еще одна девушка Студентка Елена Капранова Девушка удушена так же, как и Марина Зотова проволокой Пропали сумочка, телефон, цепочка нательная Вот смотрите Вторая жертва выложена так же, как первая Свернута калачиком Маньяк выкладывает тела Это классический ритуал Завершающая часть основного действия Это характерное поведение эгоцентриста Они оставляют отличительный знак на месте преступления А сумочка, телефон, крестики ему зачем? Скорее всего, трофеи Нужно что-то взять на память о жертве Но пока это только мои предположения Ну а все-таки за кем вы следите? За Максимом Лавровым Учителем физкультуры Марины Зотовой Мы подозреваем его в убийстве Марины Убил, чтобы уйти от статьи о совращении малолетней Ань, он следит за девушкой А девушка делает какие-то упражнения О, еще и на видео снимает Это уже серьезно Максим, возможный маньяк Так, девушка побежала И он за ней Лорд, мы сейчас к тебе присоединимся Будем брать его на горячем Ты следи за ним Главное, если он перейдет к активным действиям Защити девушку Как бы меня спасать не пришлось бы А, кстати, а какой адрес проживания Максика дала тебе директриса школы? Собурово, 18, квартира 170 Адрес второй жертвы Лены Капрановой Собурово, 18, квартира 35 Так, я даю задание оперативникам задержать вашего Максима Как его? Лавров, Григорий Анатольевич, я вас прошу Давайте без оперативников Они сейчас наломают дров Он уйдет в отказ Мы вообще никаких улик не соберем Дайте нам закончить дело Тогда я с вами Куда? Задержать Лаврова, когда мы соберем достаточно улик Ну, я вам тогда не нужен Я поеду по адресу проживания Лаврова и Капрановой А прошу соседей Леночка Ну, видела их, конечно Они не так давно вместе в подъезд заходили А какого числа это было? Какого числа, не помню Но, думаю, с месяца назад Скажите, а как они себя вели? Может, держались за ручки? Да нет, вроде бы не держались Но перед тем, как в лифт ходить Максим Леночку спросил Как ты себя чувствуешь? А что, Лена, плохо выглядела? Выглядела вроде нормально Но как-то непривычно, медленно Заходила в подъезд Максим ее придерживал за талию Спасибо вам Если еще что-нибудь вспомните Позвоните мне, хорошо? Обязательно Что делает Лавров? Да бежит за девушкой И вроде хочет войти с ней в контакт Спасай девушку, мы близко Максим? А что вы здесь делаете? Привет Целый час за вами наблюдаю Все упражнения, которые я вас просил делать Не делайте Так мы никогда не похудеем А вы что, следите за мной? Ну, хочу, чтобы добились результата Ну что? Походил ваш маньяк вообще не маньяк Они о похудении базали Нет, ну против него слишком много улик К тому же я уверена, что он состоял в близких отношениях С несовершеннолетней Зотовой Это уже статья И проживает он рядом со второй убитой Капрановой Может, конечно, это совпадение Но может... Тогда будем брать на храпом Чтобы не успел опомниться Гражданин Лавров? Да Вы обвиняетесь в совращении Марины Зотовой А также в убийстве Елены Капрановой Мы собрали достаточно материалов Чтобы выдвинуть вам обвинение Вы состояли в близких отношениях с убитой Зотовой? Да Я хотел жениться на ней и оставить ребенка А она... Максим, вы знаете, что чистосердечное признание Спасет вас от пожизненного заключения? Так я же чистосердечное признаю Марина была моей любовницей Она забеременела Я сказал, что женюсь на ней Она смеялась и сказала, что никогда не выйдет за меня замуж Потому что я не смогу содержать семьи Наверное, это вас обидело? Ну, конечно, обидела Но я не мог ее убить Я сказал, что начну больше зарабатывать Я хотел свой зал открыть Но она ничего не хотела слышать Сказала, что будет решать сама А я хотел прийти к ее отцу, матери И просить ее руки Да, она продолжала смеяться И все-таки сказала, что сделает аборт, да? Да, смеялась И пригрозила Если расскажу ее отцу про аборт Посадит меня за совращение малолетней Гражданин Лавров Вам знакома Елена Гопранова? Нет А вспомнил С соседкой из соседнего парадного Консьержка видела, как вы неделю назад Вместе с Леной в обнимку заходили в ее подъезд Заходил Провожал до лифта Она очень медленно шла и держалась за живот Я только что получил результаты судмедэкспертизы по Капрановой Елена Капранова Незадолго до смерти сделала аборт Значит, вы провожали Елену Капранову после аборта Поэтому она медленно шла Обычно у женщин после таких операций тянет не с живота Что это доказывает? Что доказывает? Ну тогда слушай, какие факты против тебя Ты состоишь в интимной близости с Мариной Зотовой Она беременеет от тебя Но собирается сделать аборт, потому что не считает тебя мужчиной, который сможет обеспечить ее будущее Ты, затаив обиду, вызываешь ее на разговор и в порыве гнева душишь Пугаешься и увольняешься с работы После убийства тебе становится легче, но ненадолго Полностью обида-то не проходит Тебе нужно восстановить свое «я» в собственных глазах Парень, ты какой обидный Тебе ничего не стоит соблазнить соседку, Лену Капранову Она тоже беременеет от тебя Ты предлагаешь ей стать ее мужем и вместе воспитывать ребенка Но и она тебе отказывает И снова эта обида, эти муки Но практика уже есть И ты ее целенаправленно душишь Так, хватит дурить Он серьезно Кажется, действительно в обмороке Этого еще не хватало Скажут, что мы здесь пытками занимаемся Проснись, проснись Все нормально Пойми Чистосердечное признание Хотя при двух убийствах Хватит! Притворяться! Сосновайся, не надо будет в обморок падать! Григорий Анатольевич, попросите увезти Лаврова, пожалуйста Уведите! Лавров не маньяк и не убийца Он, конечно, должен отвечать перед законом за совращение несовершеннолетней Зотовой Но серийное убийство с выкладыванием тел явно не для него Факты! Ты, конечно, очень правильно сделал, что на него надавил Проявился его четкий психологический портрет Спасибо, спасибо Только слишком много фактов против твоего Лаврова Реакция Лаврова на все твои слова, Петрович, говорит о том, что он не убийца Его психологический портрет совершенно не соответствует портрету маньяка Маньяк фанатичен Он четко продумывает свои действия и поступки А Лавров, он истеричен Во время допроса у него все время были округленные глаза и расширенные зрачки К тому же он упал в обморок Это тоже было искусственно, по-твоему? Да нет, в обморок был, правда Был А факты? Я не могу его выпустить А его и не надо выпускать, просто он идет по другой статье По 156-й За совращение несовершеннолетних Поехали, Петрович Будем искать убийцу Елены Капрановой Заодно выйдем и убийцу Марины Зотовой Как же легко стало работать при поддержке Головко У меня теперь все двери открыты Хорошо Так, первое Это записи с камер наблюдения института, в котором училась Лена Капранова Охранник показал, что за ней заезжал джип Владелец Сергей Гаранин, 71-го года рождения Вместе с женой владеет частной гинекологической клиникой А как часто он заезжал за Леной Капрановой? Охранник говорит, довольно часто Ну, у них, конечно, явно близкие отношения Угу Так, что у нас есть? Он женат У него есть гинекологическая клиника И любовница, которая сделала аборт и умерла Я считаю, это достаточно оснований, чтобы разрабатывать версию Гаранин Надо лорда отправить, чтобы он проследил за ним Есть еще одна версия Я разговаривал с родственниками Лены Капрановой Перед смертью она тоже исповедовалась в местной церкви Тоже исповедовала Угу В той же церкви и, конечно же, у того же священника Угу А значит, священник единственный, с кем девушки в последний раз говорили откровенно Петрович, надо разговаривать с священником Я попробую надавить на него Пусть докажет свое алиби в ночь убийства К сожалению, других рычагов на него нет Да, я же тебе говорил Я приеду и все покажу Сейчас, сейчас Хорошо Я уже на месте, жду тебя Нет, не сбегу Все правильно Все правильно Здравствуй, сын мой Поймали убийцу Марины? А вы запомнили ее имя? Запомнил Убита еще одна девушка И она тоже исповедовалась в вашей церкви Лена Капранова Помните ее? Да, я помню ее Приходила, исповедовалась Нам известно, что обе жертвы накануне смерти делали аборт А не говорили об этом на исповеде? Я уже говорил вам о тайне исповеде Не называли имени, от кого забеременели? Сын мой, ты зря теряешь свое время Хорошо Тогда что вы делали? В ночь с 16 на 17 прошлого И с 18 на 19 этого месяца Это что же, сын мой? Ты думаешь, это я убил? Не, не хорошо Мы проверяем всех, кто имел контакт с жертвами накануне убийства Вы же не хотите нам рассказать, что они говорили на исповеди? Я бы рад помочь, сын мой Но они сейчас смотрят на меня И говорят, это же исповедь, отец Фарфоломей, нельзя Мы ничем им помочь не можем Зато можем помочь другим невинным жертвам Невинные жертвы Покаялись они Но молитвы, снимающие грех, детоубийство не существует Вот и снизошла на них кара Да не может быть убийца карой небесной Сын мой, ночью я, как обычно, спал в своей келье Кто может это подтвердить? Костелянша может подтвердить Она с вечера приносит мне чистую одежду на утреннюю службу Проверим Иди с Богом Но молитвы, снимающие грех, детоубийство не существует Вот и снизошла на них кара Отец Фарфоломей явно знает, откуда снизошла кара Но почему-то молчит Я еще подумаю об этом Но, кажется, я знаю, в позу кого убийца выкладывает жертв В позу эмбрионов Они так лежали в утробе у матери Психологи считают, что часть вины за сделанный аборт ложится на врача И не все с этой виной справляются Но у Гаранина эта вина накапливалась Да он мог поехать на почве аборта Я думаю, что Гаранин действительно мог не справиться с этим чувством вины И это переросло в желание убивать тех, кто сделал аборт Его любовница Лена Капранова сделала аборт Он не смог простить Версия? Версия Слушай, а где лорд? Он переслал смс С невероятным количеством ошибок Я в багажнике угрозила Ну, в смысле, у Гаранина А что он там делает? Собирает информацию Ну, во-первых, ты, естественно, уволен с должности главного врача клиники А во-вторых, вот документы на передачу твоей доли в фирме Мне чуть позже документы на развод После того, что произошло, все это не имеет значения А зачем ты мне сам про любовницу рассказал? Тебе что, не терпелось душу облегчить? Я понял, что люблю ее больше всего на свете И скрывать не было никакого смысла Когда своими же руками убил, что полюбил Убил? Кого ты убил? Да убил Да кого ты можешь убить? Меня убить не успеешь Подписывай бумаги А знаешь, Лена мертва Это твоя мертва? И кто же ее убил? Может, это ты? Это не шутки, она мертва И я мертв Пока ты жив, подписывай бумаги Ты и твоя клиника Для меня пустой звук Ну и слава богу Лорд прислал еще смс Опять столько ошибок На зоне его другой грамматики обучали Граненый раскололся жене Он мочил Так он и жену может? Может Еще сообщение Жена свалила, хмырь сидит в тачке Напиши ему, где он находится Я пойду к нему Давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да кто же так вяжет петли? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что? Если жена узнает о тебе, о нашем ребенке, она выкинет меня из клиники, и наше будущее рухнет. Да как ты, врач, можешь говорить об аборте? Я думаю о нашем будущем. Тогда аборт сделаешь мне ты. Когда я взялся за этот аборт, я нарушил все медицинские правила. Нельзя, нельзя такие операции проводить с близкими людьми, с родственниками. Но весь ужас происшедшего я осознал уже после того, как закончил операцию. Я рассказал все жене, попросил у нее развод. Ее истерики, угрозы оставить меня ни с чем, мне были уже безразличны. И как Лена пережила. Плохо пережила. Очень плохо. Стала к батюшке ходить, исповедалась, на тельный крестик купила. Я сделал ей предложение, она не ответила. А потом ее убили. Я могу узнать, кто убил Лену. Вы действительно хотите это вас знать? Да, я хочу это знать. Лену и еще одну девушку убил маньяка. Давайте мы вас домой проведем. Нет, я здесь. Так ты же опять полезешь в петлю. Уже не полезу. Да, мама. Я скоро буду. Плохо пережила. Очень плохо. Стала к батюшке ходить. Ты уверен, что он не врет? Ань, да я вот этими руками из петли его вытащил. Ты? Ну, мы. Да, значит, версия врач-акушер-гинеколог-убийца не подтвердилась. Аня, есть еще одна зацепка. Раньше не придавала никакого значения. Но по материалам дела двух убийств жертвы покупали в церкви нательные крестики. Они, конечно, ничего не стоили, но их срывали с убитых. Ну, конечно. Нательные крестики. Петрович, правильно, умница. Я про них вообще забыла. Надо точно сходить в церковь. В церковь? У тебя грехи? Нет, у криминологов грехов не бывает. Мы святые и помогаем людям. Посмотри. Существует. Вот и снизошла на них кара. И снизошла на них кара небесная. Есть тысяча причин, почему батюшка ничего не говорит о своих послушницах. Я найду способ его расколоть. Должна быть зацепка. Будет молчать, значит, подключу головку. А я уже подключу головку. Начну собирать информацию с самого батюшки. Узнаю, кем он был в миру. У вас с архивом полиции это будет сделать расплюнуть. А я? А ты остаешься на хозяйстве. Ключи на столе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Быстро говори. Но быстро не получится. Отец Варфоломея в миру, Владимир Исаков, четыре года назад подавал заявление в милицию о пропаже жены Полины. Следствие выяснило, его жена незадолго до убийства сделала аборт. Жену не нашли. Дочь моя, ты сюда пришла разговаривать с Богом, а не по телефону. Не нарушай благодать церковную. Извините, это срочный звонок. Я хотела с вами поговорить. Покаяться? Нет, скорее наоборот. Тогда подождите меня во дворе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Это еще не все. Десятилетний Володя, наш батюшка, пытался покончить жизнь самоубийством. Мать отца Варфоломея, Марина Исакова, умерла в 1995 году во время нелегального аборта, будучи на четвертом месяце беременности. По материалам дела, его отец – жестокий, деспотичный человек. Их соседи показали, что мать сделала аборт, чтобы еще один ребенок не подвергался издевательствам, каким подвергался Володя. Мать убила и нерожденного ребенка, и себя, и оставила сына сиротой. А отец без матери еще больше издевался над Володей, и тут решил покончить с собой. Я уже в детском доме, там Володя жил до совершеннолетия. Лорг к тебе выехал. Хорошо, спасибо. Да. В детском доме, когда Володю попросили нарисовать себя, он нарисовал ребенка, свернувшегося калачиком. А когда его спросили, что это значит, он объяснил, это я в животе у мамы. Это я в животе у мамы. Он нарисовал себя в виде эмбриона. Сходство с эмбрионом есть. Директор школы очень хорошо помнит этот случай и сохранил рисунок. Фото выслал. Давай. Это мой рисунок. И не должна была ты меня войти. Да ты меня нашли. Помоги! Я не пришлю. Здесь связи нет. Удавлю паску. Пока я в рясе, можешь покаяться, очистить душу. Только быстро, а то мне сваливать надо. Ты зачем девушек удушил, Вова? Они убийцы. А убийцам нужна кара небесная. Ты кара небесная? Я вершу высшую божественную миссию. Наказываю грешниц. А жену где закопал? Все-то ты знаешь. Полину я здесь закопал. Прямо на том месте, где ты сидишь. Аборт надумала делать. Говорит, не хочу, чтобы я был отцом ребенка. Я слишком жестокий. Вот я ее проволочкой задушил. И на этом месте не закопал. Церкви-то в подвале искать не будут. А потом батюшке тут даже не мог. Пожаловался на судьбинушку. Вот он меня к церковному делу и приобщил. Старенький он был. Вот я его и заменяю. Ты паскуда помешала. Тихо, 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 тихо. Это был так долго, я бы уже не знала, что у него спрашиваются. Я же тебе обещал, я всегда буду рядом. Тихо, тихо. О, о, о. Вставать давай. Поедем теперь на исповедь. В мусарку. Значит, оборотни бывают не только в полиции. Ведь батюшка его никто не назначал. Исполняющий обязанности, так сказать. Да. Конечно, этот случай маниакального проявления будет записан в учебнике. Он вершил высшую божественную миссию, начиная с убийства жены. Наказывал грешниц. Грехи перед Богом замаливать удобно. Сам убил, сам грехи отпустил. Ты знаешь, я думаю, и он эти убийства грехом не считал. А вот девушек, которые сделали аборт, считал недостойными носить крестики, потому их и срывал. А сумки и телефоны так для отвода глаз забирал. Крестики мы нашли в его келье. Это его жены. Это Марины Зотовой. А это Елена Капрановой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...